здравствуйте уважаемые коллеги хотела вам представить свое сообщение свой доклад и сказать о том что мотивация все-таки постановки вопроса именно в такой формулировке обусловлена моей уже сложившейся работы в качестве преподавателя доцента кафедры педагогики психологии МГИМО то есть по роду своей преподавательской деятельности и в общем-то специфики научных направлений работы университета МГИМО в целом конечно я не занимаюсь на данный момент непосредственно исследованиями поведения животных но тем не менее оказалось что это проблематика проблематика исследования понимания того как представления поведения животных отражаются в представлениях прежде всего социальных представлениях как ну сначала по наблюдениям моих студентов а затем и к более широким обобщением оказалось достаточно актуальным поэтому сейчас перехожу к демонстрации уже непосредственно нашей этого материала и начать хотела вот с этой цитаты которая из записных книжек Льва Семеновича Выгодского нашла о том что вот такая так скажем проблематика может быть несколько новый ракурс для традиционного исследования в области зоопсихологии вытекает из того что действительно новые факты толкают на поиски новых более сложных объяснений а такими новыми фактами для меня оказался в общем-то новый формат преподавательской деятельности в которой все мы вошли в связи с дистанционным образованием его широким распространением в вузах и я привожу в общем-то свои наблюдения о том что вот сегодня мы вошли в эту зон конференцию и в общем-то выходя на свои занятия лекции семинары мы имеем возможность видеть друг друга на экранах а также выставить какую-то картинку аватарку и вот я обратила внимание что порядка вот где-то в моей аудитории до 35 процентов студентов выставляет в качестве такой картинки какого-то животного и в общем-то в процессе проведение занятия конечно я когда актуализирую их внимание прошу включить экран но когда я считаю такой необходимости нет я вижу вновь вот этот зоопсихологический контекст который вот примерно вот как я обозначила здесь на экране и вот этот в общем то простой практически такой бытовой факт он встречается и в других контекстах на кафедре мы даже обсудили что такая самопрезентация оказывается достаточно распространенной в других аудиториях заставила меня все таки более подробно на как-то посмотреть на это с точки зрения сопряжение зоопсихологических и социально психологических исследований и конечно привожу слова вагнера о том что разумеется имея такую картинку на экране мы не можем иметь ввиду такую точную проекцию каких-то особенностей которые нам особенно людям которые занимались непосредственно с наблюдением за поведением животных проекцию вот их каких-то так скажем особенности поведения на считывание особенностей подобного реагирования у человека но тем не менее значит поэтому значит мои размышления привели к тому что нужно обратиться к классическим определением предмета зоопсихологии и здесь я привожу одно из таких определений из нашего классического учебника уже имеющего несколько переизданий курта нестовича фабри где конечно речь идет о исследовании проявлений закономерности эволюции психического отражения на уровне животных происхождения развития вонте филогенезе психических процессов у животных и предпосылках предыстории человеческого сознания вот такое определение в духе конечно деятельностной парадигмы психологии все-таки не осталось неизменным и в работах Галины Григорьевны Филипповой конечно мы находим более точную расшифровку определения вот этих граней зоопсихологических исследований и что такое вот этот рубеж человеческого сознания конечно вновь вопрос становится актуальным потому что для меня вот в контексте наблюдений с которых я начала свое выступление важно было что в это человеческое сознание входит из области представлений о поведении животных и на этот счет возникло значит такое суждение что интерес классическим зоопсихологическим исследованиям наряду вот с приведенными здесь работами по проблемам мышления животных игры обращение с предметами ориентировочно-исследовательской активностью сочетается у современных молодых людей с активной деятельностью по формированию знаков но и лучшим образом отражающих их индивидуальные картины мира вот про то что это факт не случайный развивающийся и имеющий в том числе ну если хотите такой социально политический даже контекст мы знаем из многочисленных сообщений о том что животные подарки все чаще стали возникать и привлекать внимание в качестве такого рода знаков не только в социально политическом но и в международном контексте я имею так сказать определенную подборку материала по поводу дипломатического протокола в котором животные представлялись в виде подарков буквально история этого вопроса со времена ивана грозного идет и на как вы знаете по сей день сокола коты собаки все об этом мы как бы читаем но вот отрефлексировать эту ситуацию мне кажется имеет значение как самостоятельный интерес значит привожу цитату специалистов в области уже исследования знаковой картины мира и считаю что наряду с самыми разнообразными знаками которые мы осваиваем воспроизводим на своей жизни знаки и информация о поведении животных форме знаков очень важна и имеет значение в том числе для определения вот тех самых границ психического отражения и формирования человеческого сознания которым мы говорим обсуждая вопросы о предмете зоопсихологии ну и далее все таки я постаралась обозначить основные в общем то классические разделы социальной психологии в которой проекция вот этой знаковой деятельности содержащей информацию о поведении животных присутствует традиционно как вы знаете в социальной психологии это личность межличностное взаимодействие малая группа межгрупповое взаимодействие и социальной психологии больших групп ну такой подробной информации по каждому из этих разделов и проекции знаковой деятельности в каждом этом разделе я сюда на слайд не выносила но нашла в общем то интересные материалы по отражению вот этих зоопсихологических компонентов в том числе биржевой лексики но это работа которая здесь текстом приведена на слайде проведена одной из коллег помги мо и хочу сказать она не единственная есть и достаточно такие серьезные монографии ну здесь видите и быки и медведи олени овцы свиньи индейки волки все в кавычках потому что конечно это как раз то что я считаю существует в области социальных представлений о том каковы какие-то ключевые знаковые реакции на которые опыт так скажем потребители этих знаков реагируют чтобы вставить это уже знание в социально психологический какой-то контекст или как здесь в примере приведено в общем то в конкретные какие-то деловые ситуации ну хочу сказать что в качестве вот такого эксперта меня привлекали к реферированию одной работы связанной к хеджированием нефтяных и валютных рисков в нефтегазовой отрасли вот как ни странно вообще сейчас даже вот в контексте нашей конференции об этом об этом говорить но быки и медведи значит именно там обсуждались когда речь шла о динамике ставок на нефтепродукты и так далее то есть хочу сказать что вот реальность современной нашей жизни приводит к тому что мы повторяю имея конкретные представления о поведении животных должны как-то осмыслить эти представления в новой реальности ну здесь я привела значит материалы которые имеют уже такой культурологический аспект ну и может быть сделаю небольшую паузу для того чтобы можно было познакомиться с ним на этот счет уважаемые коллеги специально проанализировала литературу и обнаружила что вот этот этнолингво культурный аспект действительно достаточно хорошо разработан серьезные монографии в списке литературы я привожу работы ну многостраничные порядка тысячи страниц работу введения также объемный труд орел в свое время написал и я считаю что имея вот такую информацию о стыке социально-психологических исследований и представлений о поведении животных на нас уважаемые коллеги лежит ну в общем то наверное своеобразная такая ответственность за адекватность представлений адекватность формирования представления поведения животных при использовании их в социально-психологическом общественно-политическом и других междисциплинарных контекстах в которых разумеется действуют так сказать свои законы подачи информации но сохранение в том числе разнообразие проявлений психики животных в адекватном состоянии в представлениях в социальных представлениях нас уже живущих и не обязательно непосредственно всегда контактирующих с каким-то животным или изучающим его я считаю что вот такая ответственность как новый в общем то может быть и ракурс который в последующем будет зайдет и в предмет зоопсихологических исследованиях в междисциплинарной области остается и может быть становится все более актуальным в условиях цифровой среды в которой мы находимся и в том числе проводим сегодняшнюю зоопсихологическую конференцию связанную с вопросами теоретической и прикладной сравнительной психологии эволюционной психологии ну список литературы останется в презентации и я благодарю вас за внимание уважаемые коллеги очень рада встрече со всеми вами спасибо большое за предоставленный доклад есть ли какие-либо вопросы вот от Элла Анатольевна вопрос поступил есть исследования в области того как какие конкретные животные виды влияют на психику человека есть различные влияния на человека собак кошек есть различие влияния на человека собаками кошками птицами или рыбками я хотела тогда только уточнить вопрос влияние в чем в каком социально психологическом контексте как бы этот вопрос вас интересует на поведение в обществе пишет ну а вы знаете я что касается вот это так сказать механизма влияния я бы сейчас наверное не взялась вот в таком контексте отвечать на ваш вопрос для меня важно было посмотреть функцию обозначения знакового использования образа животного в социально психологической какой-то практике то есть это скорее вот только так сказать обозначение а что стоит за ним я думаю что почему я так сказать таким призывом к вам и обратилась взять на себя вот эту ответственность за адекватность отражения в образе уже фактически образе знаки животного тех знаний которые действительно относятся к его поведению вот так сказать примите вот в такой подаче мое понимание спасибо большое есть ли еще какие-либо вопросы уважаемые коллеги ну есть такой тип вопрос комментарий что ли можно да конечно Александр Николаевич слушаю внимательно значит Елена Николаевна ну я не знаю мне очень так сказать понравился вот такой поворот для меня несколько неожиданный значит первый вопрос вопрос комментарий да вот я так понимаю что вы сейчас больше завязаны на подготовку ну скажем так будущих дипломатов да вот значит животное как ну так элемент дипломатической практики я просто готов ну несколько соображений одновременно вот может быть у вас такой разворот есть уже может быть нет но я просто его по докладу не видел значит учитывается ли национальные этнические там религиозные особенности в том контексте где этот знак подается кусочек из опыта в 70-е годы я работал в Африке это как раз был год столетия со дня рождения Ленина и была развернута фото выставка там ТАСС рассылал документы где Ленин во всех так сказать видах как известно во многих ну представлениях многих народов человек с маленьким животным так сказать с той же кошечкой там Ленин с кошкой есть фотографии они известные где ТАСС нарыл Ленина с собакой я не знаю но после того как развернули так сказать эту выставку местное население вместо так сказать ну в крайней мере так сказать если не почтение то ознакомление с тем что такое Ленин да ну очень настороженно относилось население мусульманское собака неприкасаемое животное то есть человек если так сказать тронул собаку там 40 омовений должен сделать и они вот прямо перед посольством развернули вот такую выставку так сказать собачкой ну вот я к сожалению один заметил зашел попросил это дело удалить удалено конечно было мгновенно но вот такой аспект у вас же был значит кусочек про разрешите я вот на этот ваш аспект такую немножко реакцию да ну вот в своем сообщении я действительно эту тему не разворачивала но честно говоря предполагала более подробно в публикациях тоже отписать материал собран дело в том что здесь мы шли от того чтобы посмотреть какая символика используется ну в гербах что касается представления животных но и более широко может быть в таком этнографическом что ли плане включая даже исследование орнаменталистики представление животных действительно очень широкое поэтому вы это затронули в большей степени вот этот момент который я которого только коснулось это животного подарка да вот то есть почему у Ленина вот эта кошка может быть как сказать тоже кошка плюс собака явно в минус вот и поэтому значит вот этот эта информация она в общем довольно обширная но на мой взгляд она недостаточно систематизирована и прежде всего она не осмысленна с точки зрения вот этого междисциплинарного стыка ну так сказать зо психологических и социально-психологических исследований и вот той зоны пересечения где возникает в общем-то новая какая-то область осмышления того как это представлено в сознании ну в том числе и обыденном и политическом сознании людей вот поэтому очень большое вам спасибо за интересный пример но таких конечно материалов в дипломатической не только в дипломатическом протоколе просто в дипломатической практике очень много мы с ребятами их обсуждаем на занятиях ну у меня курс классической так скажем психологии где 50 на 50 общая и социальная психология ну как всегда вызывает живейший интерес еще у вас были комментарии у меня еще одно небольшое добавление у меня тоже так сказать вопрос немножко в другой плоскости а вот сейчас как бы довольно сильное разнонаправленное развитие идет разных стран во многих странах есть такой процесс который я бы назвал ну не я бы назвал собственно так и называется архаизация в том числе архаизация сознания и вот есть реликты когда в каких-то практиках да я не знаю так сказать в переговорах в спортивных играх проскакивают ну видим это сказать это реликт оттенового животного привожу пример есть у тюркских народов есть такая борьба хуреш или куреш она называется вот когда включена в азиатские игры победитель исполняет танец орла вот откуда это пошло и вот наловить таких реликтов и готовить людей которые едут так сказать в страну вместе с вот персистентными такими или сохранившимися реалиями чтобы они так сказать знали и коннотацию позитивную непозитивную контексты ну многое что мне представляется было бы очень интересно вообще сама проблема архаизации сознания и вот такие поиски реликтов ну я не знаю может быть тотемных животных там или откуда это взялось в общем трудно объяснить мне кажется было бы очень интересной темой особенно вот в области как раз страноведения обычно люди сталкиваются с этим ну не готовы Александр Николаевич я могу только вот отталкиваться от практики которая в МГИМО существует уже многолетней подготовки именно вот в этом направлении которое вы обозначили как очень важное конечно это курс страноведения то есть это курс который преподается ну так скажем состоит включая две составляющие с одной стороны это языковая подготовка и по мере освоения языка страны в которой допустим он потом будет работать наш выпускник идет информация вот включающая в том числе вот эти вопросы да с другой стороны это отдельные курсы когда так сказать на русском языке курс страноведения и про то по каким разделам это обычно преподается изложено вот в работе я ее упомянула вкратце ведение 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 вот она в списке литературы есть где главе о животных ну в общем-то посвящено очень много информации если вы позволите уважаемые коллеги одно небольшое дополнение которое уже не связано допустим с таким дипломатическим общественно-политическим контекстом а связано с экономическим контекстом я думаю что и касается создания и использования брендов в которых используется образ животного да я думаю что для специалистов по зоопсихологии сравнительной эволюционной участие в такой работе просто необходимо потому что подчас оказывается что содержание деятельности которое заложено допустим в каком-то будущем направлении работа компании или создание продукта контрастирует с тем образом который хочется вложить вот в эту новую деятельность или какой-то инновационный продукт что давая информацию об этом публикации научного ну если даже хотите научно-популярного характера я думаю оживит и нашу область и придаст действительно актуальность и своевременность вот этим междисциплинарным связям зоопсихологии сравнительной эволюционной психологии вот с такой так сказать оптимистичной нотой я хотела с вами поделиться спасибо спасибо большое пожалуйста пожалуйста здравствуйте На ящерицах, черепахах и змеях. Современное исследование австрийских ученых показало, что древесные сцинки научались различать двупризнаковые визуальные стимулы по цвету и форме. Итак, именно первые опыты показывали узнавание имя стимулов. Там еще было индивидуальное изучение. То есть, одни особи справлялись с задачей, другие, соответственно, нет. Итак, можно заключить, что во многом подтверждается мнение Крушинского о том, что элементарная рассудочная деятельность рептилий более выражена, чем у большинства птиц. Кроме врановых и попугаев, которые, конечно, стоят на порядок выше, по их высшим нервным деятельностям. Материальное обеспечение. Эксперименты проводились в Центре биопсихологических исследований Московского института психоанализа. Исследовались веретенцы и лунки. Это безногие ящерицы. Вот они на рисунке показаны. Часть особи. Значит, использовался Т-образный лабиринт со съемными кабинками, которые менялись местами случайным образом, а пол протирался с мылом, соответственно, для устранения запаха. Значит, тут такое дело, что надо все-таки показать лабиринт. Вот как он выглядел. Значит, лабиринт, соответственно, состоял из стартовой камеры. Значит, далее малого коридора, большого коридора. И двух кабинок, дифференцировочный и целевой. Вот он изображен на рисунке. И вернемся опять к предыдущему слайду. В целевой кабинке животным давалось кормовое подкрепление, живые или размороженные дождевые черви, даже затем давалось вообще мясо. В дифференцировочной кабинке бумага с запахом корма и также негативный стимул. Собственно, когда животное заползало туда, для лучшего научения включался моторчик. И для того, чтобы животное покинуло данную кабинку. Поведение фиксировалось на веб-камеру диффентера. Поведено 4 серии по 10 экспериментов с каждой из 6 веретенец. В разных сериях использовались геометрические стимулы, различающиеся по форме либо размерам. Самое простое – это различение формы фигур. Поэтому давались малый круг и квадрат с двух сторон лабиринта. Далее давалась более трудная задача, которую мы проверяли уже в предыдущем исследовании, малый и большой круги. После этого мы опять повторили задачу малого круга и квадрата для того, чтобы понять, произошло ли научение, и заодно подготовить к последней задаче, где давался малый и большой квадрат. Причем, значит, что можно тут сказать? Малый круг в данном случае был всегда целевым стимулом. То есть, там подкреплялась кабинка. А в последней задаче малый квадрат был дифференцировочным стимулом, как, собственно, и в первой задаче, и в ее повторении, в третьем варианте. А квадрат был целевым стимулом большой. Вот в чем дело. Итак, для выяснения роль научения сравнивались данные... А, ну это я сказал про научение. Да. Ну, в десяти опытах, предположительно, было научение. В каждом опыте регистрировались результат выбора, вернее ошибочное время нахождения в большом коридоре перед выбором, число поворотов животного перед выбором в верную ошибочную сторону. Регистрируемые характеристики в первых двух опытах каждой серии мы рассматриваем как показатели, собственно, принятия решения, как такового, наименее подверженного научению, которое, вероятно, происходит в процессе десяти опытов. То есть, научение происходит, а эти первые два опыта говорят нам о, во-первых, принятии решения, во-вторых, о том, запомнили ли животные целевой либо дифференцировочной стимулой. Итак, переходим к диаграммам. Так, значит, рассмотрим, собственно, результаты исследования. Значит, важно то, что у нас тут левая диаграмма, здесь первые два опыта, правая диаграмма – это десять опытов. Здесь процент выбора. Средний по первым двум опытам для всех животных процент ошибочных выборов. Значит, в первой серии, при развлечении квадрата и круга составил 41,7. мы видим, что ошибки здесь довольно достаточно небольшие по сравнению с тем, что будет дальше. Но во второй серии, тем не менее, квадрат и круг, ошибки немного уменьшились в среднем числе. Тогда, как мы предъявляли круг, два круга, то есть дифференцировка по размерам, ошибок было 70%. Это в первых двух опытов. В десяти опытов количество было примерно 50 на 50. Ну, здесь в дальнейшем мы сделаем выводы. Так, и в квадратах был минимальный процент, то есть там, где предъявляли два квадрата, не очень понятно, с чем это связано, но, значит, мы предположили в выводах, что квадрат было легче различать, потому что сторона квадрата легче соотносилась со стороной лабиринта. А круг все-таки это такая фигура своеобразная для нас. Значит, время у нас, самое большое время было в первом опыте, то есть, что, в принципе, логично, поскольку предъявлялись без научения. Затем время значительно снижалось, и по времени, конечно, никаких особых данных. То есть, мы получили, те данные, которые мы получили, они единственное, о чем говорят, что во время научения при развлечении квадратов время было большим. То есть, одно из самых, ну, среднее время, самое большое. То есть, это наводит нас на дополнительную мысль, что им пришлось все-таки обучаться в процессе развлечения квадратов, то есть, поскольку был новый целевой стимул. Тем не менее, как ни странно, в первых двух опытах они довольно быстро квадраты эти определили. Хотя, конечно, там процент, да, процент был низкий, процент ошибок был низкий, но время ошибок и верных было примерно одинаково. Число поворотов, оно, конечно, во многом характеризует, то есть, является дополнительной характеристикой и для времени, потому что чем больше время, тем наверняка большее количество поворотов. Итак, максимальное, среднее число поворотов было при развлечении первой серии квадрата и круга, это в верную сторону. Затем количество поворотов, как ни странно, именно в этой легкой относительно задаче было достаточно большим, несмотря на то, что задача решалась больше 60% верное решение было принято. То есть, здесь у нас, конечно, объяснения четкого нет, почему такое количество поворотов, но при ошибочном выборе, возможно, речь идет об каких-то индивидуальных характеристиках животных, то есть, отдельных особей. Поскольку считалось по шести особям, поэтому, видимо, у каких-то особей просто было большее количество поворотов. Число поворотов при верных выборах также было достаточно большим при развлечении двух квадратов, как при первых двух квадратах, так и при научении. Что мы объясним в дальнейшем. Значит, обсуждение. Научение уверенности выразилось в снижении процента ошибочных выборов при полном повторе третьей серии той же задачи. Ну, это я уже сказал, от 41 до 37. Частично знакомая задача развлечения квадратов. Ну, тут, конечно, нельзя сказать, что она настолько знакома. Все-таки это тоже новая задача. Но снижение процента ошибочных выборов я наблюдал. Значит, при развлечении круговых процентов ошибок число поворотов при ошибочных выборах были максимальны. Поэтому мы предварительно заключаем, что задача развлечения кругов была самой трудной. Вот здесь это объяснение расшифровано, что можно было сравнить животным квадраты со сторонами лабиринта, а круги нет. Дополнительно можно сказать о том, что в предыдущем исследовании также там, где исследовалось у нас цветоразвлечение веретенцами сравнивалось с развлечением двух кругов разного размера, тоже два круга разного размера показали, то есть в этой задаче животные показали довольно трудный выбор. И большое количество ошибок, и даже время при ошибочном выборе было довольно длительным. Здесь у нас время там было 50 на 50 верных ошибок. Также развлечение размеров кругов было труднее для велетенец. был больше... А, ну да, это вот я как раз сказал, что с цветовыми тонами мы сравнивали. Так. Вот что еще в заключении хочется сказать, что работа являлась частью цикла исследования характеристик принятия решения рептилиями в зрительных задачах выбора из альтернатив. Как то, то есть развлечение круга и квадрата у трех разных видов, и у блефаров, гекконов, веретенец, ломких, и у ужей, то есть вот здесь уже почему-то не указано, значит, время ошибочных выборов меньше временно верных, то есть этот вид развлечения, а, ну потому что для ужей он был довольно трудным, этот вид развлечения, поэтому уже ему не указали. Соответственно, по правилу Свенсона, который говорит, если время ошибок достаточно длительное и ошибок много, то значит задача трудная. и также выделились четыре типологических группы, которые различаются по всем параметрам, всем трем параметрам, и время, и процент, и точность, аналогичные группам известных людей, импульсивные, медленные, точные, быстрые, точные, и медленные, неточные. Итак, выводы вы видите на экране, значит, что там со временем? Ну, выводы, в общем, можно... Три минуты осталось, но это еще, жаль, на вопрос послушайте. Ну, хорошо, давайте остановим вот на этих выводах, потому что я, в принципе, озвучил результаты. Спасибо большое. Да, Виктор, а есть ли у кого-либо вопросы? Пожалуйста. Да, если можно, я бы хотела задать несколько вопросов. Пожалуйста. Роман, спасибо большое за доклад. Можно ли хоть слайд с результатами, вот с этими столбчатыми диаграммами? Какой именно? Самый первый, там, где сравнивалось число ошибок. Да, спасибо. С одной ошибкой, да. Ага. Скажите, пожалуйста, правильно ли я поняла, что вот на первом из этих графиков там сравнивается... Более темный – это процент верных решений, более светлый – процент ошибочный, да? Да. Ага. И в первых трех экспериментах правильным является один и тот же стимул. Так получается? Нет, не так. Дело в том, что... А! Ой, да, извините. Действительно, это правда. Потому что круг, всегда малый круг являлся верным стимулом. Да. Извините. И правильно ли я понимаю, что если мы сравним результат первого эксперимента с результатом третьего эксперимента, это будет уже третий эксперимент, то есть там 30 проб, в которых круг является правильным. И все равно процент ошибочных выборов достаточно велик. Как бы вы это объяснили? Ну, во-первых, мы увидим значительное падение процента ошибочных выборов 32,1 в третьем, как раз в третьей серии. Поскольку это первое по двум первым экспериментам, здесь 37,5 тоже уже значительно ниже, чем в первом даже опыте. Объяснить это можно научением. То есть невысокий процент 32,1. Но с другой стороны, вот вы говорите, 30 опытов. 30 опытов, но они, поскольку дифференцировочный стимул был разный, то веретенецы, соответственно, и тем более он был таким же кругом во второй серии. То есть вот эта вторая задача скажем так, для них была нелегкой. То есть мы заключили, что она была самой трудной, эта задача. Поэтому нельзя их приравнивать. Даже потому, что все целевые стимулы были верны. были одинаковые. Понятно. А скажите, пожалуйста, с чем связан выбор стимулов, отличных стимулов в четвертом эксперименте? Почему отличных? Они стимулы были, то есть четвертый эксперимент был по дифференцировочному стимулу. То есть тот стимул, малый квадрат, который был дифференцировочным в данной серии и в первой серии, он также остался дифференцировочным. А целевым стал большой квадрат. А, тогда понятно, спасибо. И какие выводы вы бы сделали из сравнения четвертого с первыми тремя тогда? с первыми тремя или с первым и третьим? Потому что с первыми тремя я не берусь сравнивать, потому что вторая серия все-таки я считаю стоит особняком. ну, смотрите, если у нас в четвертой серии целевой стимул, так, я немножко, видимо, запуталась в квадратах, тот стимул, который является дифференцировочным в четвертой, он являлся целевым во второй, правильно? Нет, он являлся целевым в первой и в третьей. А, он являлся целевым в первой и в третьей. Нет, подождите, тот, который в четвертой дифференцировочный, он являлся тоже дифференцировочным в первой и в третьей, а целевой здесь вообще новый стимул. Ага, целевой большой, вот я зря, конечно, эту картинку, поскольку сам сейчас довольно загружен там по конференциям в своем институте, поэтому не успел сделать эту картинку, где были бы квадраты, круги и так далее. Поставил только диаграмму. Извините. Угу. Да, прошу прощения, я вот немножко, видимо, поплыла. С чем, тогда с чем мы сравниваем четвертую серию? Если у нас со второй ее склад видимо сравнивается? Нет, ее реально было бы сравнить вот с этой серией, с третьей, потому что дифференцировочный стимул один и тот же. Угу. Да. То есть, в принципе, видите, различия это небольшие по проценту. Угу. Хорошо. А скажите, пожалуйста, статистическую обработку вы не применяли в этой части? Именно в данном исследовании статистическую мы не успели применить. Мы исследовали общие параметры. Вот в данных диаграммах статистику мы исследовали, но здесь мы ее не приводим. А вот по первым двум опытам здесь нет статистики, потому что первые два опыта, как всегда, не предсказывают. Спасибо большое. Наверное, я уже и так злоупотребляю временем. Спасибо. Следующий доклад. Доронина Затяна Владимировна. Учет лошадьми собственных и увеличенных границ тела. Тема моего доклада учет лошадьми собственных и увеличенных границ тела. Вначале хотелось бы сказать о лошадях как в виде. Их отличительная особенность состоит в том, что они развивались на широких просторах вольной степи. И, безусловно, это отразилось на всем этом виде, на этих животных. Например, особенности зрения лошади связаны с тем, что ее угол обзора составляет до 350 градусов, что, конечно же, значительно больше, чем, например, у людей. И эта особенность связана с тем, что лошадям было необходимо именно ориентироваться как можно более в широком пространстве, чтобы видеть приближающихся хищников, какие-то опасные вещи. Но при этом зрение лошади в основном монокулярно, потому что им была важна именно широта обзора, а не, например, точность прицеливания или точность определения расстояний, потому что расстояния, с которыми они сталкивались и в которых они жили, как раз таки были очень широкими, раздольными, и вот такой необходимости в точном прицеливании на маленьких расстояниях у лошадей не было. Также это отразилось на их слухе, на их обонянии, и то, и другое у лошадей очень развито, кстати, я не перелистываю слайды, извиняюсь, так как это снова связано с тем, чтобы на достаточно большом расстоянии увидеть хищника, так как лошадь это животная жертва, и чтобы успеть убежать, чтобы успеть предупредить своих товарищей по табуну. Также лошади хорошо ориентируются в пространстве, и это снова связано с тем, что когда они, например, при опасности возникшей разбегались в разные стороны, потом им нужно было вернуться на то место, где они последний раз встречались со своим табуном, со своими товарищами. При этом даже вот это расстояние между лошадьми и в табуне оно достаточно фиксировано. В их табуне достаточно развита иерархическая структура и существует достаточно большое количество подгрупп, то есть, например, лошади, которых можно назвать друзьями, они обычно находятся на расстоянии примерно двух метров друг от друга, а между косяками расстояние до 60 метров. Лошади достаточно точно это различают, и для них это важно в процессе их перемещения по простору. Конечно же, их жизнь в степи отразилась и на их социальном поведении, например, на половом. Так, кобылы, они являются достаточно такими привередливыми созданиями в выборе жеребца и жеребцу, чтобы понравиться кобыле, нужно совершить такой красивый ритуальный танец, когда он бежит лопом, быстро, свечкует, в общем, демонстрирует всю свою силу, ловкость перед кобылой, и дальше, если она уже отдает ему предпочтение, они начинают совершать этот танец вдвоем, то есть тоже бегут, сменяя аллюры, сменяя голо, прысь, и все это очень красиво выглядит. Конечно же, вот такие особенности лошади необходимо учитывать и при ее содержании человека, и здесь это уже имеет жизненно важное значение для лошади, поскольку ее неправильное содержание, невозможность лошади долго находиться в движении на открытых пространствах, очень негативно отражается и на ее физической, и на форме, и на ее психике. Поэтому сейчас очень популярно вот такое движение так называемых активных конюшен, когда жизнь лошади максимально экологична, то есть она приближена к жизни, как это называется, на тропе, когда лошадь имеет возможность свободно перемещаться, когда у нее есть свои места для укрытия, для питания, для общения с другими лошадьми, и вот это считается наиболее таким экологичным способом содержания лошади. Но перейдем уже к нашему исследованию. В нем мы изучали схему тела лошадей, и схема тела это модель тела животного как единого целого, которая включает в себя различные физические характеристики, вес, граница, отдельные части и целостность тела в целом. Помогает это планировать и осуществлять различные движения. Достаточно большое количество исследований по этой теме было выполнено Хватовым Иваном Александровичем, но мы продолжили данную тему на лошадях. Итак, к исследованиям. Цель нашего исследования это изучение особенностей пространственной ориентации лошадей в ситуации необходимости соотнесения границ собственного тела и внешних объектов, а также в случае увеличения естественных габаритов тела животного. Гипотезами нашего исследования были следующие. Лошади учитывают границы собственного тела при взаимодействии с объектами окружающей среды. Лошади в процессе взаимодействия с объектами окружающей среды способны модифицировать схему собственного тела в случае, если она была искусственно увеличена. В качестве наших испытуемых животных выступало 14 лошадей в возрасте от 3 до 20 лет. Лошади содержались в двухконных клубах на территории Тульской и Московской областей. Примерно одинаковые условия содержания у этих лошадей были, то есть они большую часть времени как раз проводили на просторных территориях, гуляли, имели возможность общаться друг с другом и в деньниках пребывали не очень большое количество времени, только для ухода, седлания, в случае плохой погоды. То есть содержание этих лошадей максимально приближено к их естественному образу жизни. Первый этап состоял в том, что мы, значит, задача этого этапа состояла в том, чтобы определить учет лошадью естественных границ собственного тела. Проходил он следующим образом. Мы помещали животных по одному в огороженную электропастухом зону. Ну, электропастух это такая, в общем, под небольшим напряжением ленточка, которая не дает лошадям покидать отведенную для них зону, и они, ну, обычно ее не любят, эту ленточку, потому что, если до нее дотронуться, будет неприятно. Ну, не смертельно, я много раз дотрагивалась, вроде жива. Мы отгородили эту зону электропастухом, и в ней проделали два отверстия. У нас было отверстие узкое, 45 сантиметров, и отверстие широкое. В качестве стимула для привлечения лошадей выйти из этого огороженной области использовались другие лошади, это социальная особенность лошадей, им очень некомфортно, когда их разлучают со своими товарищами, и они стремятся к табуну вернуться. Поэтому у нас на небольшом расстоянии от огороженной зоны находился табун, и лошади по одной экспериментальной уже животной помещались по одной вот это вот отгороженное пространство. Здесь результаты были однозначными, в общем-то 100% лошадей все абсолютно выбирали те отверстия, которые соответствовали их естественным габаритам, ни одна лошадь не пыталась пройти через узкий проем, так что можно заключить вполне однозначно то, что лошади учитывают естественные границы своего тела, но на самом деле это сюрпризом большим-то и не было для нас. Единственное было сюрпризом то, что некоторые лошади, такие достаточно крупные, как например Владимирский тяжеловоз, даже и в широкое наше отверстие 70 см отказывались проходить, хотя физически они туда вполне могли поместиться, но тем не менее что-то их останавливало. Это как раз навело нас на мысль, которую мы использовали на следующем этапе, который проходил в деньнике, и его задачи были определить достаточную для прохода лошади величину проема, как раз такие вот задачи, которые с первого этапа нам стали достаточно интересны, и второе исследовать, способны ли лошади учитывать увеличенные границы своего тела. Этот этап проходил в конюшне, лошади помещались в деньники, которые закрывались такими этими воротами, и лошадь по одиночке помещалась в этот деньник. В качестве стимула здесь уже, так как табун использовать в конюшне просто не было места, здесь мы уже в качестве стимула использовали вкусняшку, таз с овсом, который лошади очень любят, и лошадь помещалась, ей показывался таз со овсом, после этого проем, который отгораживал деньник, мы начинали его увеличивать на 5 сантиметров каждые 30 секунд. И делали мы это дважды, то есть первый раз это при естественных границах лошади, а второй раз при искусственных. Искусственно увеличивать границы лошади, это на самом деле была такая целая очень серьезная эпопея, как это сделать, в общем, в итоге мы пришли к такому решению, что на седле лошади закреплялись за стремена палки, лошади их видели, угол зрения обзора лошади это позволял, и они косились на эти палки во время их закрепления, поэтому они понимали, что их границы увеличены. Итак, в результате было установлено, что действительно вот та особенность, которую мы заметили еще на первом этапе, она действительно оправдала себя, лошадям в среднем нужно на 84% больше их собственного тела, вот величина проема, чтобы комфортно в нее выйти, то есть даже если физически лошадь проходит в некий проем, но ей не комфортно это делать, то есть, видимо, это связано опять же с особенностями эволюции лошадей и для них вот это помещение в какое-то такое маленькое пространство, где им сложно развернуться, где у них нет простора для какого-то маневра, для них это является стрессовой ситуацией, потому что в природе это связано с тем, что лошадь загнали в угол, хищники, она не может выбраться, потому что стратегия защиты от хищников у лошадей это именно бегство. И, видимо, эта особенность отразилась и вот в наших результатах, которые показали, что значительно более широкий проем нужен лошади, чтобы в него выйти даже при достаточно серьезном стимуле, который вот ей в данном случае это та с овсом, который ей очень сильно хотелось съесть. Далее мы значит обработали при помощи это критерия студента уже результаты относительно прохождения лошади в эти проемы с естественными границами тела и с увеличенными. Здесь значимых различий нам статистика не показала, поэтому мы можем заключить, что лошади не учитывают увеличение границ своего тела, что опять же объяснимо с точки зрения их эволюции. Дело в том, что в естественных условиях для лошадей такой необходимости никогда не было, им не нужно было пробираться в какие-то узкие ущелья, какие-то норки и в какое-то узкое пространство у них просто никогда когда такой необходимости не возникало и видимо это умение у них также отсутствует, они никак не увеличивают увеличение, не учитывают увеличение их естественных границ, что в свою очередь важно для людей, которые содержат лошадей, потому что как раз таки все, практически все виды взаимодействия человека и лошади предполагают некое увеличение ее тела при помощи амуниции, всадника, всяких сани и тому подобное. Вот для таких людей, содержащих лошадь, эти данные являются достаточно практически значимыми, то есть нужно понимать, что лошади это не учитывают. Третий этап проходил на протяжении трех дней, лошади по 3-4 часа проводили в огороженной ливаде, в ней был у нас организован выход шириной, достаточной для прохождения лошади с естественными границами. Этот выход для них был привычный, они вот на протяжении этих дней в него входили, выходили и уже знали, что там все в порядке. Далее, лошади помещались туда по одной, их габариты мы искусственно увеличивали, но вот здесь это пришлось сделать при помощи мешков сена, закрепленных к седлу. Это связано на самом деле просто с соображениями безопасности, потому что лошади все-таки очень сильные, очень пугливые животные, если бы мы закрепили туда что-то, ну, что-то такое, что было бы слишком жестким. На самом деле мы сначала это сделали, мы закрепили снова жесткие вот эти границы, но там у нас чуть ЧП не случилось, в общем, лошадь испугалась, чуть не разнесла нам всю конюшню, буквально вертикально забралась по стенке, поэтому это было очень такое зрелище не для слабонервных, поэтому в итоге мы решили остановиться на мешках с сеном, которые препятствовали ее выходу, то есть она застревала, то не застревала жестко, то есть вот как немножечко поторгавшись, она все-таки могла выбраться и не впасть в панику. Значит, рядом с привычным отверстием мы организовали выход, который был достаточный для прохождения лошади с увеличенными границами, вот он здесь справа показан, таким образом у нас было два выхода, один, к которому она привыкла и который соответствовал ее естественным границам, а второй, к которому она не привыкла, но который соответствовал ее увеличенным границам. Лошадь помещалась на расстоянии около 4 метров от обоих этих выходов и снова ей демонстрировалась приманка таз с овсом. В результате на данном этапе было обнаружено, что, а да, значит, фиксировалось, мы фиксировали попытки лошадей выйти в одно из двух отверстий и время, которое требовалось лошадян для этого. Мы использовали статистику, это x-квадрат и тест Вилкоксона. Было выявлено, что количество успешных попыток в первой пробе составляло всего одна, в пятой 43, в десятой 46. Здесь распределение между выборками имеют достоверные различия на достаточно высоком уровне значимости, а вот различий по времени решения задач статистика нам значимых различий не показала, но тем не менее, все-таки, если так на глаз посмотреть, все-таки оно немножечко уменьшалось, так что, может быть, при других условиях здесь и были бы при другой, скажем так, выборке лошадей, может быть, это бы и показало. Полученные данные говорят нам о том, что лошади смогли научиться все-таки выходить в широкий проем, хоть изначально они не учитывали увеличенных границ тела, но по мере такого обучения они все-таки научились это делать и стали выходить в широкий проем, соответствующий их увеличенным границам. Однако, в процессе этого этапа все-таки у нас закралась такая мысль, что здесь могла повлиять промежуточная переменная, связанная со страхом. Дело в том, что эти мешки, они шуршали, и вот все эти шуршащие звуки для лошадей это что-то очень ужасное, страшное, и, возможно, они научились выходить в широкий проем даже не потому, что он соответствовал их увеличенным границам, а именно потому, что в узком проеме им было страшно вот из-за того, что они шуршали этими мешками. Это уже задача устранения этой промежуточной переменной уже, видимо, предстоит нам в следующих исследованиях. Таким образом, в результате исследования можно сделать следующие выводы. Лошадь учитывает однозначно, это, в общем, здесь вполне получилось стопроцентно, увеличивает естественные границы своего тела, но при этом предпочитает проход значительно шире ее реальных габарит. Второе, искусственное увеличение границ тела никак не учитывается лошади, и это, видимо, связано с особенностями ее эволюции, эволюции на открытых пространствах. И третье, лошадь способна научиться решать задачу по выбору проема, необходимой для увеличенных ее габаритов тела, размеров, Но при этом вот это вот влияние этой промежуточной переменной делает эти выводы немножко неоднозначными и как раз вот задает дальнейшую нашу задачу на следующие исследования наши. Ну и в целом хочется заключить, что сама психика лошади как животного жертвы задает ей такую задачу, самое главное для комфорта лошади, это иметь возможность убежать, это иметь возможность совершить какой-то маневр и общаться со своими товарищами по табуну. И вот на этих последних фотографиях как раз у нас показано вот на левой фотографии, это у нас лошадь испугалась всех этих мешков, когда она застряла в узком проеме, разнесла нам забор, вот и убежала. Лошади другие очень сильно заинтересовались, что случилось, и побежали, вот они поддерживают своего товарища, выбежали, и уже на правой фотографии это результат этого действия, когда та лошадь сбросила эти мешки, долго мы их потом искали в поле, убежала, и к ней присоединились тоже ее друзья. Вот, спасибо за внимание, у меня на этом все. Спасибо большое, Татьяна Владимировна. Уважаемые коллеги, есть ли у кого-то вопросы? Я бы хотела спросить, если можно. В первом эксперименте, когда жесткие, которые проводились в стойле, и жесткие, было увеличение границ тела с помощью жестких каких-то штук, кипящихся на седло. Сколько времени лошади проводили с измененными границами тела до, собственно, начала эксперимента? Было ли у них время привыкнуть к измененным границам тела? Здесь скорее нет, скорее не было времени, они их видели, они понимали, что в процессе того, когда мы эти палки закрепляли, там достаточно много времени проходило, потому что это все требует, ну, такой, в общем, тяжело все это было делать на самом деле, и, ну, где-то минут 15 это все происходило, далее, пока мы готовили всю эту обстановку, ворота, овес, убирали других лошадей, проходило еще где-то минут 15, ну, где-то вот в течение получаса лошадь понимала, что у нее эти палки торчат по бокам, они, ну, они видели эти палки, они на них косились, это для них тоже было достаточно тревожно, пугающе, поэтому вот все это время они их пытались изучать и, в общем-то, понимали, что их границы были увеличены. И в это время лошадь находилась в... Денике. Денике, ага. То есть возможности попробовать проникнуть в какие-то отверстия с этими палками у нее не было? Нет, у нее вот этого не было, это вот может как раз на третьем этапе эту возможность ввели, когда она уже свободно там располагалась и уже могла делать, что ей хочется. То есть получается, что они начинают учитывать измененные границы тела, когда у них есть время сначала этому научиться, так получается? Да, да, вот третий этап это показал, но единственное, вот все-таки нужно нивелировать эту переменную в виде страха, потому что она ввела такую некую неоднозначность, которую вот мы пока не уверены, как интерпретировать в данном случае. Все-таки границы увеличенные были причиной того, что лошади научились выходить в более широкий проем или все-таки это страх, когда она застревала и все это у нее начинало шуршать. Вот с этим надо подумать. Спасибо большое. А скажите, пожалуйста, ваши результаты уже опубликованы или вот только пока? Нет, вот это пока первый раз только, когда мы докладываем. Спасибо. Спасибо большое. А я со своей стороны хотел бы еще задать вопрос. Вот, Татьяна Владимировна, вы вчера, по-моему, отсутствовали, но вчера вот коллеги, как раз когда мы делали доклады, обратили внимание на очень интересный аспект, что лошади учитывают, возможно, они предположили, что учитывают вес собственного тела. Я вот здесь опять вспоминаю этот эксперимент со слоником, когда слоник стоял на мате или там и он понимал, что палка, привязанная к этому мату, не может быть передана экспериментатору, поскольку его собственное тело является препятствием. Вот как вы думаете, возможно, было ли что-то подобное проделать на лошадях? И вот, возможно, если границы-то как раз они очень хорошо учитывают, то с весом дело обстоит иначе? А вы знаете, это очень хорошее предположение, идея. Действительно, если мы посмотрим на эволюцию лошади, то как раз вес для нее имел куда большее значение, когда они переходят, например, какую-то реку вброд, наступают на какие-то дощечки, палочки. Все это действительно имеет для них более важное значение, чем именно границы. лошадь. И это имеет большое значение для людей, потому что как такой всадник с большим опытом, могу сказать, лошади очень часто наступают на ноги людям, что достаточно болезненно и даже чревато различными травмами. Поэтому разобраться в этом вопросе и понять, как именно учитывают лошади свой вес, было бы достаточно важно, и в том числе для практиков. Это очень хорошая идея, я думаю, мы ей займемся в ближайшее время. Хорошо, спасибо большое, это любопытно. Есть ли еще какие-либо вопросы, уважаемые коллеги? Ну, как всегда, вопрос, комментарий. Затем Владимировна, значит, понятно, что что-то в этом есть, когда лошадь начинает дергаться, пугаться, действительно, что возможно это, ну, скажем так, не совсем экологически валидная для нее вещь, когда вдруг в ширину тело, так сказать, увеличивается. Я подозреваю, что если бы у вас были лошади, которые ходили запряженными в сане или телегу, которая существенно увеличивается в ширину, так сказать, ну, может быть, и они вряд ли бы стали пугаться, если телега вдруг остановилась и остановила их. Значит, вопрос, видимо, так сказать, в подборе испытуемого тоже. Второе соображение, вот, верховые лошади, для них экологически валидной задачей была бы не столько ширина проема, сколько его высота. если верховая лошадь на хорошем ходу заходит, так сказать, куда-нибудь в проем, где всадника просто сметает, ну, видимо, где-то, так сказать, в какой-то практике есть способы, так сказать, приучить ее останавливаться перед тем проемом, куда ее собственное тело проходит, а вот, так сказать, всадник уже, как бы он там не пригибался, может и не пройти. Может быть, я даже просто не очень знаю, ну, видимо, тоже на седле можно закрепить, там, я не знаю, такую вот, ну, как триангуляция, так сказать, пирамидку такую, которая, ну, достаточно хорошо весяшь ее, потому что, ну, что бы она чувствовала, что-то запрещено. и посмотреть какие-то вот такие проходы, ну, типа ворот, там, где есть верхняя планка, вот, мне кажется, по крайней мере, для верховых лошадей, не для лошадей, так сказать, из дикого табуна откуда-нибудь, да, из прерии, а вот для верховых лошадей это, возможно, была бы, так сказать, более, ну, более привычной, что ли, вещь, если они с этим встречаются. Спасибо вам огромное за эти комментарии, на самом деле вы прямо вот угадали то, что нам сразу начали говорить в нашей практике, потому что, когда вот мы начали этот эксперимент, он изначально предполагался вот именно габариты такую ширину, но когда я стала его проводить, и уже вот конники стали наблюдать, у нас там целое, в общем-то, представление на самом деле было, когда мы все это проходили, и как раз-таки вот именно эту задачу попросили нас в практике конники осуществить в будущих исследованиях как раз-таки увлечение границ вот в высоту, потому что это на самом деле большая беда и проблема, когда лошадь, она действительно, она может просто чего-то испугаться, убежать в конюшню, и неоднократно были такие ситуации, когда всадника буквально сносило, то есть он, особенно неопытные всадники, которые, ну, не могут ее остановить, когда лошадь в панике, и боятся с нее спрыгнуть, они до последнего на ней сидят, и даже были вот часто такие случаи достаточно травматичные, когда она забегала в конюшню, и вот всадник таким образом об этот косяк неприятно ударился и падал, поэтому это действительно очень важная задача для практики, я думаю, вот на следующую весну, когда снежок спадет, у нас будет возможность уже повторить эти эксперименты, мы как раз ведем вот именно этот элемент с верхом. Спасибо вам большое за этот комментарий. Извините, здравствуйте, можно тоже как бы внести такой комментарий, если меня слышно? Да, слышно. Я бы вот хотела сказать, что по опыту, вот мы работаем в конюшне, где лошади спортивные, и это беговые лошади, то есть они в качалках запряжены часто, вот, и достаточно, вот, ну, есть такой опыт, несколько, ну, случаев, да, которые случаются, вот, ну, как, это такие выходящие из рамок нормальной ситуации, когда лошадь, допустим, привыкшая быть в качалке уже, да, и у нее действительно, ну, назовем это оглобли, да, с боком колеса, и вот есть такое, что лошадь привыкшая, что у нее вот есть эти колеса, бывает так, что она учитывает эти габариты, то есть, у нас были случаи, когда одна лошадь из, ну, там как бы две конюшни соединены, и она из вот другой напротив конюшни, она проскакала, запряженная в нашу, а там тоже стояла лошадь, так она смогла так подвинуться, что она и себя, и наездника, сидящего уже в качалке, она как бы защитила, вот, вот, то есть, она учла и свои габариты, и габариты той лошади, которая неслась на них, и, ну, и фактически минимизировала вот такой стрессовой ситуации, то есть, этот случай, ну, такие случаи есть, другие случаи, когда, например, у нас один конь, он катастрофически боялся проходить в одну калитку, в которую другая лошадь проходила совершенно спокойно и без проблем, и вот эта вот другая лошадь, молодая кобыла, да, я когда на ней сидела, у нас, ну, как бы закрывали просто ворота, которые не закрывались до конца, вот, на той площадке, где вот мы тренировались, и у лошадей там случилось, вот, в один момент, такая, ну, как бы совместный бзик, когда они могли так схулиганить, что выскочить ворота, мы закрывали их, но они не закрывались до конца, там, технически так получалось, и оставалась щель, примерно метров, вернее, сантиметров 40 щель, да, вот, и вот эта кобыла, она смогла так рассчитать, неожиданно, причем моментально это совершенно сделала, сидела я на ней верхом, она таким образом открыла, значит, вот эту вот, подтолкнула это ворота, причем их надо было подтолкнуть в противоположную сторону, чтобы они открылись, и она выскочила, там все просто обалдели со мной, не поцарапав никого, то есть она настолько рассчитала, вот эти вот габариты, и я вообще все это говорю к чему, что лошади разные, это в принципе к постановке эксперимента, вот это, да, соглашусь с вами, с такой интеллектуальными животными, а Келлер еще, когда ставил опыты свои известные на Тенерифе с шимпанзе, он отобрал группу шимпанзе, а не одного, не одну оси, и он мотивировал это тем, как он писал, что чем более высокоразвитая вот система, в данном случае интеллект животного, тем в большей степени выражена вариативность, то есть более разные будут животные эти, да, в том числе и человек, то есть аналогично, вот это в целом даже и крыс касается, да, и, видимо, ворон касается, это всех касается, и лошадей в том числе, там, дельфинов, кого угодно, вот, мы не можем, скажем так, взяв одно животное, или даже на самом деле 30 животных, говорить, и изучив на них в экспериментальных искусственных условиях что-то, говорить и делать заключение, что вот оно так у лошадей, например, да, или вот оно так у животных, вот как вчера был доклад по крысам, что вот у крыс нет эмпатии, я считаю, что этот эксперимент, например, показал только то, что крысы могут быть такие же черствые, как и люди иногда, вот, больше ни о чем не сказала, то есть люди тоже так себя в таких условиях могут повести, и крысы так себя, вот эти крысы повели вот так в этих условиях, больше ни о чем этот эксперимент не говорит, то же самое с лошадьми, вот, получается, да, вот эта лошадь, она не может проходить в пространство, а была лошадь, которая протискивалась, вот, просто в любую щель, вот, и, и нормально учитывала, да, одну лошадь нельзя научить балансу, она не учитывает вес своего тела, другая лошадь прекрасно этому учится моментально и быстро, то есть мы можем в экспериментах, в научных, фактически, только вот опираться, для меня, вот это вот у Келлера, да, то, что он сказал, для меня это просто такая аксиома, базовое положение, вот, я для себя считаю, и то, что, чем более высокоразвитое существо, тем больше мы ожидаем там вариативность, и то есть даже 30 животных, мы всегда можем предполагать, что будут еще случаи, которые еще, ну, так скажем так, выходят за рамки опыта, вот, и как и с людьми, наверное, с высокоразвитыми животными, интеллектуально высокоразвитыми животными, мы должны, наверное, больше перестроить свое понимание, вот, в этих экспериментах, в изучении, на такой, знаете, более феноменологический подход, где, если животное, в принципе, способно проявлять, вот, какое-то, да, что-то, то это значит, вот, и есть, наверное, пока что понятый нами предел возможностей этого вида животных, там, интеллектуальных, эмоциональных, коммуникативных и так далее, то есть, если такой случай есть, значит, это, это и есть вот те какие-то границы, которым, в принципе, можно проявляться немножечко более хранатом. Вот для этого вида, вот, вот в этом смысле, вот, я вот то, что вынесли из этой конференции для себя. Спасибо вам большое за очень интересный комментарий, я прям отвечу, я с вами полностью согласна, что действительно вариативность очень большая, и поэтому, вот именно в этом исследовании у нас были лошади, которые содержались, ну, максимально приближенно к экологии, к экологичному такому варианту жизни, они содержались, ну, практически на воле, имели возможность передвигаться, у них не было опыта, вот, вот этой изобряженности в эти, ну, да, глобли, соответственно, вот, качалки и прочие вещи, да, это верховые лошади, их используют для верховой езды, поэтому, вот, верх, это действительно очень интересная вещь, которую мы бы на этих лошадях смогли бы дальше исследовать, и, правда, там были бы интересные результаты, но вот именно особенности этих лошадей, их содержания, они действительно делают их в этом смысле, ну, у них не было опыта до этого, да, вот, вот такого взаимодействия с предметами, с сильно увеличенными границами своего тела в ширину, вот, поэтому в этом смысле эти животные, они максимально экологичны были для нашего эксперимента, но я полностью с вами согласна, если бы мы взяли другую выборку лошадей, то, скорее всего, там были бы результаты иные. У нас следующий доклад, пожалуйста, Ткаченко Николай Сергеевич и Кузина Евгения Алексеевна «Соотношение успешности поведения и его вариативности при чередовании многокомпонентных последовательных актов у крыс». Вы видите на экране, вот, самая последняя дискуссия как раз меня немножечко сбила с самого плана, потому что, действительно, большинство докладов, они как-то очень были взаимосвязаны между собой, и последний комментарий, вот, дискуссия, которая развернулась о том, что у животных наблюдается одного и того же вида, наблюдается очень высокая вариативность в одном и том же поведении, и что на самом деле, наблюдая некоторые экспериментальные феномены в эксперименте, даже с довольно большими выборками животных, мы не можем утверждать, что, в общем-то, вот вся популяция и весь вид ведет себя таким образом. Но здесь можно вот что добавить. Как вот вчера, очень довольно замечательном докладе рассказывала Зоя Александровна, на самом деле сейчас очень много работ, где показано, где изучаются самые разные виды, и показано, что вот те феномены, связанные с обучением, каким-то абстрактным правилам, с обучением принципов решения задач, и формированием каких-то категорий, которые ранее приписывались только либо человеку, либо высшим обезьянам, они свойственны самым разным видам. И это было показано как в экспериментальных исследованиях, так и в полевых. И еще один очень важный момент, который тоже подчеркивала Зоя Александровна на принадлежной лекции вчера, касался того, что экспериментальные исследования, которые проводятся в лаборатории, они сейчас во многом опираются на те феномены, которые наблюдали в полевых исследованиях. То есть идеи берутся оттуда. Но экспериментальные исследования, вот такие вот, они все-таки решают немножечко другие задачи. Если вы в таких социологических животных, в социологических исследованиях показывают, что да, действительно, вот эти животные могут решить эту задачу, у них есть вот такие, сформированы такие понятия. В принципе, то в экспериментальных уже задачах ставится вопрос, какие психологические структуры при этом формируются, каким образом формируется индивидуальный опыт, и в чем его специфика, что при этом происходит, какие закономерности при этом можно выявить. И в чем в том числе, то, что, естественно, интересует очень многих людей, каким образом, какое существует сходство между тем, каким образом обучаемся мы, то есть люди, и животные. Соответственно, стараются в экспериментальных исследованиях смоделировать такие ситуации. То есть они могут быть абсолютно экологически невалидными, однако с помощью довольно сложных процедур обучения моделируются ситуации, в которых можно изучать формирование таких вот довольно сложных поведений, которые в природе, в принципе, трудно найти. Ну, с точки зрения структуры индивидуального опыта, любая, любовь состоит из наборов национальных систем, которые формируются при обучении и развитии. И они по отношению друг к другу представляют собой иерархию. Этот слайд взят из заклада Юрьевича, в котором тоже вчера многие присутствовали. С этой точки зрения изучение, собственно, формирование любого поведения это изучение отношений между этими системами. То есть любое поведение, отличие одного от другого связано с тем, какие именно элементы опыта формируются, какие отношения между ними существуют. Одним из наших инструментов является позвоночник у животных, это регистрация активности нейронов, которые специализированы относительно этих элементов опыта и являются как бы маркерами существования тех или иных систем, элементов опыта у животных. Здесь я хочу перечислить основные, ну не основные, а модели, которые используются для того, чтобы показать, что у животных действительно формируются некоторые правила или понятия, которые соответствуют тем, которые у человека описываются как абстрактные правила. Ну, я сразу ограничу круг феноменов и видов, потому что мы в лаборатории работали на животных, а именно на крысах, и, соответственно, я рассмотрю, перечислю прежде всего работы, где показываются вот эти вот модели на крысах. Тут в этой работе довольно-таки характерный используется формирование правила дискриминации разных различающих систем, и было нахождение правила общего для разных, так скажем, ситуаций. Что в этой работе было сделано? Животные плавали в лабиринте, в водном лабиринте, должны были найти скрытую платформу. При этом у них были подсказки. На стенах лабиринта были повешены карточки довольно большие и с различающимся рисунком. Идея состояла в том, что на одной из них, на одной из них, ориентируясь на одну из карточек, животные попадали на платформу, другую нет. То есть формально эта ситуация описывалась как АБ. То есть А подкрепляется, Б нет. В другой ситуации карточки были, допустим, С и Д. Всегда они могли найти платформу, где висела карточка, допустим, С, и никогда не находили платформы, если висела карточка, на в этом рукаве висела карточка Д. Таким образом, они обучались различать вот эти ситуации. И в следующих этапах, естественно, сами вот эти вот картинки меняли, они были разные. И они показывают, что с каждым новым заходом, с каждым новой фазой, то есть независимо от смены картинок, животные все быстрее и быстрее научаются различать их. Однако, это ограничение существует, потому что когда эти авторы, естественно, изучали немножечко другие частные вопросы, и они показали, что если меняются местами, то есть то, что раньше было правильным, а потом это обратили, то есть это переучивание происходит. В таком случае животные испытывают трудности, обучаются медленнее. Здесь вот они не просто поэлементно усваивают само обучение, обучение, они еще усваивают некоторые комбинации вот этой задачи, усваивают немножечко другой принцип. Вот следующем исследовании, которое тоже довольно широко известно, это обучение, сформирование правил у крыс. Здесь авторы показали, что независимо от того, каким образом представлены объекты для животных, какая модель полагается, а именно зрительные какие-то сигналы, зрительные объекты, карточки в виде определенного паттерна, либо звуки, тоже ведь определенного паттерна. Раз ознакомишься с паттерном предъявлений, например, А, Б, А, сходный, различный сходный, если крысы усваивали, что именно вот этот паттерн приводит к получению пищи, они дальше использовали это правило в том числе для развлечения не только зрительных каких-то параметров, но и для развлечения последовательности звука. И переносили это в том числе на другие частотные сигналы. В этой задачке крыс обучали находить третий по счету объект, то есть предполагалось, что крыс формирует некоторое абстрактное правило, правило счета. То есть крыс обучали считать до трех. Что здесь было интересно, что животные должны были отсчитать три объекта по порядку, начиная слева направо, независимо от вообще его внешнего видения, независимо от физических характеристик, как вы видите на фотографии слева. И за третьим объектом всегда находился вход в кормушку. Животные по-разному, у них была небольшая выборка животных, некоторые из них смогли обучиться этому поведению, некоторые не смогли. Тем не менее, вот те, которые смогли, это как раз вопрос о вариативности, они демонстрируют довольно устойчивый вот этот наук. Несмотря на то, что довольно много сессий потребовалось даже успешным животным для того, чтобы это освоить. А также то, что наблюдалась естественно очень высокая вариативность, и авторы вынуждены были снижать критерии правильности выбора из-за того, что очень много было разных вариантов поведения. Тем не менее, ориентируясь, видимо, на собственный опыт, на то, что они видели, они заключили, что животные, некоторые крысы могут сформировать такое вот некоторое правило абстрактного счета, по крайней мере, до трех. Ну, вот возникает вопрос, какое существует соответствие между теми правилами, которые задает экспериментатором в своем, моделируя ситуацию, и тем индивидуальным опциям, которые формируются у животных. Каким образом можно описать, каким образом должна быть модель, чтобы мы нашли такое соответствие. Здесь я привожу собственно данные нейрональных исследований, где показано через регистрацию активности нейронов, что в принципе как у животных, так у человека существуют клетки специализированные не относительно отдельно каких-то конкретных физических свойств, как это раньше предполагалось, а относительно концептов. Это довольно известная работа, где показано существование концепции гнезда у мышей. То есть независимо от того, с какого конца она подходит к платформе, которую она рассматривает как гнездо, а также независимо от формы этого объекта, если она считает, что это гнездо, то у нейрона, который они регистрировали в гиппокампе, у мыши будет выражена активация. То есть нейрон специализирован относительно некоторого представления мыши о гнезде, причем даже определенного размера. На этом рисунке здесь приведены примеры регистрации активности нейронов у человека и показано, что существуют высоко специализированные клетки относительно довольно конкретных элементов. Например, вот здесь показан нейрон специализированный относительно изображения Стоунхеджа. его активность не наблюдал в других случаях. В этом ряду стоят работы этой группы Клэрог, где показано, что действительно есть нейроны, которые специализированы относительно определенных концепций, например, Симпсонов либо фильма, либо фильмов, которые демонстрировали. Независимо от того, демонстрируется ли изображение, либо показывается ли текст изображающий название этого фильма. В этой работе, эта работа уже на обезьянах, я уже подхожу к идее нашего эксперимента, почему я привожу пример этой работы. В данной методике обезьяны, сидя в приматологическом кресле, должны были решить такую задачку. Они должны были нажать в определенной последовательности на три квадратика, после чего нажать на рычаг и получить пищу. Последовательности менялись, обезьяны должны были их выучить, и только после нажатия третьей последовательности и рычага они могли получить еду. Эксперимент состоял из собственно трех выполнений одинаковую последовательность, которую они знали. А дальше животные методом проб и ошибок должны были найти следующую, другую, например, не левый, правый, верхний, а левый, правый, да, левый, верхний, правый. Уже довольно хорошо эту модель и работали практически без ошибок. То есть после переключения они сразу перели к поиску. И в этой ситуации были описаны в передней цингулярной коре нейроны, которые специализированы относительно конкретных порядка нажатий. То есть неважно в какой именно последовательности верхняя, левая или правая, каждый раз этот нейрон внизу он активировался после первого нажатия и перед вторым. А здесь описаны нейроны, которые у которых была специфическая активность только во время фазы поиска. То есть когда животные понимали, что уже ранее выученная последовательность не работает, начинался поиск, каждый раз при первом нажатии они проверяли у этого нейрона была высокая специфическая активность. А вот справа приведены результаты картинки, где животные уже повторяют выученных. Видно, что здесь активность нейронов снижается. Соответственно, переходя к нашей задаче, наша задача тоже была связана с изучением формирования таких сложных концепций, как мы хотели изучить, или авттрактных понятий. И наша задача состояла в том, каким образом можно создать такую модель, где бы животные точно обучались, мы могли бы сказать, что у них формируется эта концепция, и где мы могли бы регистрировать разнообразие поведенческих актов и, соответственно, специализации нейронов. Здесь показана клетка, в которой вот эта модель поменялась. Здесь по цифре 2 показана кормушка, и здесь находятся три педали, которые ограничены друг от друга небольшими стеночками. Это я не буду пояснять, почему, это в ответах на вопросы. Общая модель животное нажимает на педаль, подходит к кормушке и пьет шоколадный сок. Этому поведению, которому мы собственно обучали, оно довольно сложное, и мы ему обучали по отдельным этапам. На первом этапе у нас животное должно было подойти к педальке, нажать на нее и получить собственно пищу отсюда сок. После того, как оно успешно научалось этому, оно повторяло в течение пары дней до критерия, который у нас был где-то 7 или 10 нажатий подряд. После этого они переходили ко второму этапу. На втором этапе животные должны были нажать на ту же первую педаль, но не подходить к кормушке, а нажимать на другую педаль, то есть подряд первую, допустим, третью. И только после этого они могли получить пищу. То есть вот такая двухпедальная последовательность, которые критерии ее усвоения были теми же. На следующем этапе они переходили к усвоению второй двухпедальной последовательности. То есть вот другая комбинация. Они должны были нажать на вторую, здесь мы называли вот эту среднюю педаль второй. Извините, если я говорю непонятно. Мы считали так, от начала, что это первая, вторая, третья. Значит, вторая последовательность могла у них состоять в том, что они нажимали на вторую и первую педаль. Также подходили к кормушке. На третьем этапе животные чередовали эти две последовательности. То есть они их сажали в клетку, они выполняли уже известную им первую, после этого без предупреждающего сигнала последовательность менялась. И они должны были нажимать найти другую последовательность. Здесь я еще должна сказать, что нажатие на первую по порядку педали сопровождало звуковым сигналом. То есть животные в принципе могли выучить, что нажатие на правильную первую педаль сопровождается звуком. Таким образом понимать, что они движутся в правильном направлении. Ну и на третьем этапе, самым последним, который мы разберем, разберу, в результатах. Животных обучали третьей последовательности, например, нажимать на третью и вторую педаль подходить к кормушке. Этот этап также включал в себя чередование всех трех. Ему животные обучались довольно быстро. обрывая обрывая я хотел бы обратить внимание, что уже подходит к концу, поэтому желательно ускориться и закругляться. Да, хорошо. А сколько у меня еще времени осталось? Гипотетически уже нисколько, поэтому... Понятно, хорошо. Я коротко сейчас покажу... коротко покажу, каким образом животные работали. Это вот одна из последовательностей, а именно вторая. Я не буду долго рассказывать. Вот после того, как она меняется, животные должны перейти к следующей. Какие у нас получились результаты? Мы использовали несколько критериев оценки. И в принципе, как у нас получилось, животные смогли усвоить это поведение. На данной графике показаны результаты по тому, каким образом животные обучались самым последнему, третьему этапу, а именно смене трех эффективных двухпедальных последовательностей. Циферками обозначены разные животные, здесь обработаны не все, но подведены группы. И показано, что относительно количества эффективных, то есть правильных, оно значимо превышало количество неэффективных. Также количество средней числа цепочек, то есть деланных в правильных циклах подряд, было тоже значимо выше, чем ошибочных. Здесь мы провели графики латентности правильного выбора, то есть здесь принципиально нам было важно, что после того, как последовательность сменяется, животные могут быстро довольно найти следующую. и не буду объяснять всю здесь суть, это довольно сложно, но идея в том, что требовало от одного до трех попыток для того, чтобы животные понимали и переходили к следующей, к эффективной последовательности. Здесь она показана синим, много попыток, это красное и зеленое. Соответственно, наблюдалась некоторая динамика, хотя и вариативность тоже была высокая. На этих графиках приведены идеи вот этих графиков. Состояло в том, чтобы показать, что несмотря на то, что животные обучились, мы не наблюдали значимой динамики, а именно положительной динамики увеличения эффективности, но наблюдали внутри и межиндивидуальную высокую вариативность у крыс. Мы видели, что крыс работает и умеет, но при этом в некоторые дни и в некоторых сессиях они могли себя вести так, как будто вообще ничего не умеют. У нас вообще возникали вопросы, что вообще происходит. На этих графиках мы хотели отразить это. В данном случае это по отдельной последовательности, тоже демонстрация идеи о том, что в самом деле все происходило по-разному, но тем не менее на общем фоне обучение произошло. Какие можно было бы сделать выводы из этой модели? Действительно крысы могли обучиться этапам вот этого сложного инструментального навыка, но при этом наблюдалась очень высокая вот эта внутри и межиндивидуальная вариативность показателей. И это соответствует тем данным, которые получаются в других лабораториях, когда изучают тоже формирование понятия крыс. То есть крысам в принципе свойственно такое высоковариативное поведение, из которого довольно непросто извлечь то, каким образом у них сформировалось это правило или нет. Ну и третий вывод, который я результатов не успела к сожалению сейчас описать, поскольку мы динамики не наблюдали положительной эффективности, мы предполагаем, что вот обучение собственно вот этому третьему в смене третьей последовательности и в смене она происходила еще, то есть обучение переходом чередования обучел происходит буквально на предыдущем этапе, когда крыс обучается сменять первые две эффективные последовательности, а не когда третьи. То есть вот здесь они формируют это правило и его уже применяют. Спасибо, извините за задержку. Благодарю, спасибо вам большое за выступление. Есть ли какие-либо вопросы, пожалуйста? Женечка, а вы пожалуйста поясните, почему такая сложная схема эксперимента с переучиванием, с изменением вот этих циклов нажатия и прочее? Как раз наша задача была в том показать, что действительно крыс они не просто формируют какую-то стандартную последовательность. Ведь мы обычно работаем с циклическими. Сейчас мы регистрируем нейроны в циклическом поведении. крысы нажимают на педаль и залезают в кормушку. В принципе, конечно, они здесь тоже используют некоторый усвоенный навык. Но нам интересно было именно посмотреть, каким образом у них формируется то, что описывается у обезьян как формира, а не правил, например. То есть каким образом возможно они манипулируют вот этими вот правилами, правила смены. Потому что в простом поведении это сложно увидеть. Кроме того, мы естественно собираемся регистрировать активность нейронов. И здесь мы можем посмотреть, а чему соответствует реализованное поведение. Мы уже знаем, что когда они нажимают на педаль, залезают в кормушку, есть специализированные нейроны под каждый этап. Да, действительно. но мы не можем сказать с реализацией конкретного акта, либо с некоторым субъективным, вы понимаете, то есть субъективной составляющей. Вот в простом поведении мы сейчас этим занимаемся, составляя нейроны, мы не можем это разделить. В данной задаче мы надеемся, что на этапах, особенно на этапах смены, если мы найдем клетки, которые специализированы относительно определенных вот этих этапах, мы можем говорить о соответствии, соответственно, уже смотреть эту структуру. Вот почему нам понадобилась сложность, вот, потому что и кроме того нам нужен был довольно большой набор вариантов переходов между актами, а не просто однозначное соответствие, как в простых циклических навыках. Вот, я ответила на ваш вопрос. Да, да, спасибо большое, спасибо. Спасибо. Следующий у нас Варфоломеева Анна Вячеславовна, Тищенко Антон Григорьевич, Ткаченко Николай Сергеевич. Возможное развитие психологических исследований с участием представителей различных биологических видов. Добрый день. В своем докладе мы бы хотели уделить специальное внимание тем вещам, тем положениям, которые мы не рассмотрели в тезисах. Доклад называется «Возможное развитие психологических исследований с участием представителей разных биологических видов». В данной работе мы опирались в основном на положение направления конференции, такие как программы и методы зоопсихологических исследований, в том числе проблемы биоэтики в рамках зоопсихологических исследований и проблемы биоэтики в рамках зоопсихологии и эволюционной психологии. Также уделили внимание исследованиям специализмами разных биологических видов, актуальному состоянию, тенденциям и перспективам развития революционной и сравнительной психологии. Наш доклад не является полным обзором литературы, но, тем не менее, из него можно выделить основную проблему и тенденции развития. Виды, которые мы подразумеваем под биологическим видом в данной работе, это млекопитающие, птицы, амфибии, рыбы, цифлополы и микробные сообщества. Эти виды наиболее часто участвуют в сравнительных психологических, в зоопсихологических исследованиях. Подведя к положениям, отметим концепцию проблемных статей, то есть в которых назначена проблема, и фиксируется положение дел в исследовании этологии, сравнительной психологии и зоопсихологии. Специально стоит отметить следующие работы. Первой хотелось бы отметить работу 1977 года Буркхорда «Научение у рептилий». В данной работе обсуждаются методики обучения у рептилий и ограничения пищевых метод, очерчивающие мотивационную проблему. Некоторое развитие или следствие этой работы Буркхорда было представлено им же в работе 2020 года. Также стоит отметить работу 1990 года Карасевой, в которой отмечаются трудности и ограничения полевых исследований. Некоторое развитие этой работы получает статья Швейнфурда в 2020 году под названием «Социальная жизнь серой крысы», в которой автор приходит к выводам о скудности информации о социальной жизни крысы. Я думаю, что данная проблема существует не только в социальной жизни крысы, то есть в ее неизученности, но и в других работах. В этом чате активно обсуждалось изучение лошадей. И также хотелось бы присоединиться немного к этой дискуссии. В 2004 году в работе Марина Александровна Холодной отмечается проблема профессиональных иллюзий и упрощенных представлений о предмете исследования. В 2010 году вышла работа Висоловски, в которой она отмечает кризис полевых исследований, в частности биологии и орнитологии. Также он говорит о развитии ложных практик, но эту тему мы затронем чуть позже. В 2019 году в работе Фрэнкса из авторов, написанной как комментарий к целевой статье, отмечается некоторая перспектива исследований с представителями разных биологических видов. И в 2020 году прописы авторов, написанный как отклик на результаты игры-исследования «Игры в прятки», крысы-исследователи отмечаются нет рефлексирования с научным сообществом и неразвучимость таких изменений, неосвещаемость данной проблемы. В общем, выделим некоторые существенные составляющие, описанные авторами проблемы. Это точность и определение предмета исследования, подробное описание методик и результаты. Ограничение сферы компетентности исследования, строгость в построении репрезентативного и валидного исследования. Под строгостью мы подразумеваем наличие стройных критериев. Стоит перечислить некоторые проявления этой проблемы. Ложные тактики по-веселовски, а именно низкое качество полевых исследований, в частности в области орнитологии, раздувание значимости проблемы, а также несоверимость типа исследования, результатов и выводов. Также стоит отметить предвзятость исследования, эпистемиологический редукционизм, в частности антропоцентризм и антропоморфизм. Об этом уже во вчерашнем докладе говорил Виктор Иванович Панов. Мы предполагаем, что изначально редукционизм является намеренным обращением организации предмета исследования. Об этом в своих работах говорит Жмелко и Ключево. А затем и к устойчивому обращению представления о предмете исследования. Как было сказано, это работа Амбрина Александровна Холодна. Также представления могут являться источником ошибок и приводить к построению исследования, содержащему ошибку, ведущую к получению артифактных выводов. Хотелось бы добавить еще про антропоморфизм, то есть проблему приписывания. В исследованиях она имеет долгую историю, и стоит отметить подноготную ее такую проблему, которая описана в статьях Летвина, что глаз лягушки варит мозг лягушки, и в работах Нагеля, что значит быть летучей мышью. Заметим, что эта проблема сильно выражена в исследованиях языка, стало быть, речи и мышления. Представители разных биологических видов, например, Фридман оказывает на важность отказа от антропоморфизации и субъективизма, в исследованиях биокоммуникации, а также эта логическая модель коммуникации указывает на исключительный стимульный характер коммуникативного сигнала в представителях других биологических видов. То есть их коммуникация расценивается лишь как сигнальная. Также хотелось бы отметить вопрос о рассмотрении субъективного содержания или субъективного мира у разных исторических связанных работ, например, работа Эксклюля, вводящих иное рассмотрение антропоизоосимеозиса. Об этом также говорил Джон Диллин. Заметим, что в этом ключе проблема созвучна по наморевской формулировке психофизиологической проблеме о соотношении моделирующей системы и модели. Общим местом психологических исследованиях стоило бы выдавить определение исследованного конструкта, его обоснования и формулирования операционального определения. Мы выделили некоторые группы из массива работ, которые представляют собой актуальное положение в этой области исследований и считаем возможным выделение нескольких таких групп. Первой группой хотелось бы отметить сравнительную психометрику и работа в области некоторых универсальных психологических конструктов, изученных не только у людей, но и у других биологических видов. Отметим, что эта группа частично характеризуется подведением человеческой психологии под психологию животного, то есть переносом таким. В первую очередь здесь необходимо выделить планирование исследования вне зависимости от вида, являющегося объектом данного исследования и типа проводимого исследования. При планировании необходимо учитывать индивидуальные психологические характеристики разных биологических видов. Также стоит акцентироваться на том, что ошибки участников исследования могут говорить о наличии вариативности в поведении при достижении цели, что может также являться источником изучения психологических структур. Вот поэтому была дискуссия по работе с машинами. Это можно считать небольшим добавлением. Второй группой исследований мы выделили суть реализации механистических представлений в социальных исследованиях и методах ассоциативного научения. Планирование таких исследований решающим становится, например, уровень стресса одного индивида, что достигается процедурами электростимуляции. В работе ВЭП приводят данную цитату, которую мы перевели как научная рутина, где гибель видов является настолько распространенной практикой, что альтернативы иногда могут даже не учитываться. Третьей группой мы выделили исследования, которые, по нашему мнению, обладают значительным преимуществом. Это исследования игрового поведения и антидепривационного взгляда. Особое место подводится отношениям между участниками исследования и исследователем. Чаще всего проявляются в виде гетероспецифичной игры, например, щекотки, и это оказывается крайне значимым для построения отношений и сотрудничества между участниками исследования. Также хотелось бы еще раз сказать о пищевой депривации и о представлениях на ненужность депривации и пищевого подкрепления, которые характеризуют как раз срегментационную проблему. Базовое и требующее решение для отбора участников исследования, об этом говорил Буркер в своих работах. И вслед за мотивационной проблемой стоит выделить проблему обогащения среды. У Маковска есть работа по обогащению среды грызунов, но также стоит и перенести это на другие биологические виды. Ну, точнее, не данную модель, а рассмотрение возможных альтернатив. Помимо ограничений депривационных мер, которые, тем не менее, зарекомендовали себя как лучшие приемы обучения, есть еще проблемы вывода. Делать выводы о чем-либо, касающемся этике, морали, в ситуации деструкции оказывается невозможно. В связи с этим можно отметить логическое родство этих процедур с ранними морфо-функциональными исследованиями, когда для оценки функциональной принадлежности применялись стимулирующие меры или проводились исследования постморфа. Также хотелось бы сказать про системно-эволюционный подход. Приведенные возможности исследования ситуации грым согласуются в системно-эволюционном подходе с представлениями о формировании психологических структур в ходе целостных взаимодействий. Осуществляется индивидуумность и средой, аккумулируемых и аккумулированием специализаций нервных клеток. Активность не является постстимульным эффектом, она есть свойство целенаправленного создания нового, а социальность есть неотъемлемая характеристика любого взаимодействия. Здесь мы созываемся на Швиркова, Александрова и Максимова Александрова, которые в своих работах затрагивают эту тему. Такие представления являются радикальной альтернативной структурно-функциональному подходу единиц. Существенной характеристикой которого является рассмотрение функции изолированных единиц. Неразрывность социального и индивидуального является развитием этой критики. Тут стоит упомянуть работы Пономарева и Швиркова. В связи с этим можно предположить, что ограничение поведения биологических видов вовлеченных исследований может быть источником угроз валидности исследования, а также потенциальным источником предубеждений, в том числе приводящим к артефактным выводам и объяснению результатов при реконструкции фактов. Небольшие выводы из нашего обзора. Это первым хотелось бы подчеркнуть соблюдение процедуры планирования исследования, ликвидации предвзятости и редакционизма, не приписывание необоснованных представлений объекта исследования, а обоснование теоретических конструкторов и соблюдение правил обращения к империи. Вторым хотелось бы выделить соблюдение исследовательской этики, принципиальности физических оснований работы, возможным следствием как для научного сообщества, так и для участников исследования может быть, например, картезианской этики. Также хотелось бы отметить обучение участвующих в исследовании представителей разных биологических видов в свободной и доступной для них форме, что обеспечивается свободой выбора и условиями для создания нового. Это реализация необходимой проблемы обогащения среды. И последним выводом хотелось бы отметить проведение исследований с участием двух и более индивидов, например, формирование внутривидовых и межвидовых отношений, как реализация представления социальности, психологических взаимодействий и принадлежности к разным социальным общинствам, что является неотъемлемым в естественной среде. На этом все. Спасибо большое за внимание и я бы с удовольствием ответила на вопросы. Спасибо большое за доклад. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы, комментарии? мне очень понравилось это сообщение, вот хотела удокладиться и уточнить такой момент. Есть ли у вас какой-то развернутый пример именно исследования вот такого межвидового сравнения в отношении какого-то конкретного психологического феномена? Я, наверное, не смогу ответить на этот вопрос, так как все работы, на которые мы ссылаемся, в основном внутривидовые отношения или межвидовое, вот как раз-таки это игра в прятки, да, это межвидовое исследование, потому что там есть коммуникация исследователя и участника исследования, то есть это построение отношений сотрудничества, здесь рассматриваются не просто два биологических мины, не включен, при этом с присутствием исследователя, а исследователь, соответственно, тоже входит в исследование, такое в принципе происходит во всех исследованиях, но во многих работах просто стараются минимизировать его контакт с участником исследования и уходят от этого вопроса. При такой игре вот в данной работе было описано о совершенно фантастических взаимодействиях участников исследования, о том, что там суть работы была в том, что животное сначала пряталось в лабиринте его искал участник исследования исследователь, и когда он его находил, там прям цитаты из работы, то, что крыса расстраивалась и уходила, и когда участник исследования исследователь прятался, у этого животного она его находила, она там радостно подпрыгивала, всячески проявляла интерес к данному действию, я думаю, что можно вот так ответить на ваш вопрос, но, к сожалению, эта область недостаточно разработана еще, и вот это и послужило основой для данной работы. Мне показалось как раз интересно в плане постановки проблемы и, так сказать, нюансов ее разрешения, если бы это было наполнено еще таким эмпирическим материалом. Мы, к сожалению, только начали свою полезную для расширения нашего кругозора научного. Спасибо. Спасибо большое. Да, действительно, вот это тоже хотелось бы пожелать интересный обзор, то есть всегда обобщение большого материала, любопытно, как это выразится в конкретных эмпирических и особенно экспериментальных исследованиях. Я так полагаю, что это дело будущего. Есть ли еще какие-либо вопросы, уважаемые коллеги? Ну, вот у меня как раз тогда вопрос был бы интересно. Скажите, пожалуйста, продолжая свою реплику, планировали ли вы как-то конкретно воплощать это в эмпирических исследованиях или в организации экспериментов? Есть ли какие-либо наработки? Ну, пока наработок как таковых нет, так как мы хотели бы реализовать максимально возможное из выводов, представленных нами, то есть и содержание, и обогащение среды, и взаимодействие с участниками исследования, и межвидовые исследования. Это, к сожалению, очень сложным для нас сейчас является, так как эти проблемы достаточно остро, для нас во всяком случае обозначены, но, конечно, нам бы хотелось провести какую-то эмпирическую работу, методику, но пока мы только изучаем литературу и делаем какие-то выводы для себя, которые хотелось поделиться. Спасибо, спасибо, ну, в таком случае желаю вам успехов в дальнейшем научных исследований, и, значит, мы тогда переходим дальше. следующий докладчик Матвеева Лизавета Валерьевна «Роль биологического и социального формирования рискованного поведения». Тема моего доклада «Роль биологического и социального формирования рискованного поведения». И переведем к актуальности данной проблемы. Риск в целом играет важную роль в жизни человека и животных. Благодаря ему во многом происходит борьба живых существ за выживание, развитие и совершенствование отдельного субъекта, общества или вида в целом. Риск напрямую связан с достижением успеха, стремлением к наиболее благоприятному существованию. Кроме того, риск является неотъемлемой частью чрезвычайных ситуаций и вооруженных конфликтов. Он тесно связан с ситуацией неопределенности, может приводить к необдуманным действиям, ухудшению процесса деятельности и даже к смерти. Человек с риском сталкивается в разных жизненных ситуациях, в разных областях жизни, в частности, в экономике, политике, спорте. Риск пронизывает все сферы деятельности людей, встречается как в повседневных, так и в экстремальных ситуациях. И вследствие высокой актуальности проблемы риска для психологии становится вопрос исследования данного феномена. Однако, одним из важнейших является вопрос о том, почему разные люди характеризуются разной выраженностью склонности к риску. В связи с этим перед наукой встает проблема выяснения, что определяет готовность пойти на риск и что лежит в основе рискованного поведения, биологические или социальные особенности человека и животных. Перейдем к рассмотрению понятия риска. Риск по-разному трактуется в зависимости от науки и теоретического направления, но в нашей работе риск понимался как ситуативная характеристика деятельности, состоящая из неопределенности ее исхода и возможных неблагоприятных последствиях в случае неуспеха. То есть, отталкивалась именно от неопределенности данной ситуации. Для того, чтобы лучше понять многообразие рисков, стоит оборотиться к классификации. Далее рассмотрим три из наиболее популярных и распространенных классификаций. В соответствии с первой риск разделяется на преднамеренный. В данном случае человек сознательно идет на риск, осознавая возможные последствия. И непреднамеренный, когда человек не осознает, что его действия могут привести к риску. Также риск выделяется оправданный, когда соответствует степень риска и достигаемый результат в результате рискованных действий. И неоправданный, когда достигаемый результат не соответствует тем рискованным действиям и той опасности, которой подвергается человек. И также выделяются риски вынужденный, риск, который связан с ситуацией, когда человек не может поступить иначе, и произвольный, когда человек самостоятельно совершает какие-то действия, которые приводят его к риску. Важно отметить, что преднамеренные, неоправданные и произвольные риски доказывают, что человек рискует не всегда только по причине какой-то определенной сложившейся ситуации. И в некоторых случаях действительно важна именно сама активность человека и его стремление к совершению рискованных действий. В результате многих исследований было выявлено, что рискованное поведение зависит от внутренних и внешних факторов. К внешним факторам относятся ситуация риска, особенности окружающей среды, поведение других людей, уровень информатированности индивида и так далее. К внутренним факторам в основном относятся индивидуальные особенности человека и животных, формирующие его стремление к совершению рискованных действий в ситуации неопределенности. Однако стоит вопрос, что в большей степени определяет внутренние факторы. Биологическое, то есть какие-то телесные, организменные особенности, генетическое предрасположенность, строение мозга, либо социальное, его личностные характеристики, а также поведение, приобретенное в процессе жизни и общения. Риск филогенетический – древний феномен. Он встречается у разных живых организмов. Так ученые регистрировали рискованное поведение у одних и самых привитивных животных – у червей. Также риск проявляется у насекомых, рыб, птиц, млекопитающих и других. Рискованное поведение животных может быть связано с процессами добывания пищи, поиском брачного партнера, спасением от хищников. Так, например, в работе Попова было выявлено, что поведение животных, в том числе и рискованное, может возникнуть в результате стресса и неопределенности внешней среды. Как было отмечено, высшее риск у человека также связывается с ситуацией неопределенности. Стоит сказать о том, что одним из путей определения роли биологических особенностей как внутреннего фактора формирования рискованного поведения как раз-таки является изучение риска у животных, а также применение методов сравнительной психологии, в ходе которых особенно ярким будут проявляться биологические особенности риска, что будет открывать возможность для проведения параллелей у проявлений рискованного поведения у человека и животных. В некоторых случаях у животных встречается поведение, связанное с неоправданным риском. Однако важно заметить, что интерес ученых к данной проблеме в основном связан с высокой ролью именно индивидуальных особенностей животных при проявлении риска. Как уже говорилось ранее, индивидуальные особенности у животных действительно важны, и даже в одном виде животные могут по-разному проявлять какие-то особенности поведения, в том числе и рискованного поведения. Проводилось множество исследований относительно причин возникновения у животных рискованного поведения, и эти причины как раз-таки и характеризуют биологическую роль проявления рискованного поведения у животных. Важно отметить, что во многих случаях закономерности проявления, выявленные в ходе исследования животных, также находят свое подтверждение и при изучении поведения человека. Ну и прежде всего биологическую роль формирования рискованного поведения доказывают исследования мозга. В ходе многочисленных исследований ученые пытались установить локализацию склонности к риску в головном мозге. Так британские ученые выделили 4 специфические области мозга, которые могут отвечать за проявление рискованного поведения. К ним относятся передняя лобная кора, гиппокамп, передняя поясная кора и гипоталамус. Судаков в своем исследовании отмечает, что формирование склонности к риску связано с моноаминами мезокортиколимбической системы мозга. Шведские и бюразийские нейробиологи в совместном исследовании установили, что в гиппокампе существуют нейроны, которые активируются при тревоге и рискованном поведении. Тревога у человека и животных, как правило, возникает в случае опасности. Угрожающая жизни и здоровью живого существа ситуация приводит к активизации данных нейронов в мозгу человека и здоровью живого существа, в результате чего приводит к возникновению рискованного поведения. Португальские нейробиологи провели исследование, в ходе которого удалось установить, как происходит процесс выбора стратегии поведения во время опасности у мух дрозофил. Так были выделены несколько нейронов, которые определяют дальнейшее поведение мухи в момент опасности. И это зависит от того, что она делала до этого. Летала медленно, двигалась медленно, ползла или летала. Интересно, что искусственное блокирование этих нейронов приводило к тому, что мухи выбирали стратегию убегания. А чрезмерная активация данных нейронов приводила к тому, что мухи, независимо от того, что они делали до этого, начинали идти медленно или замирать. Исследователи из США и Великобритании, изучающие рискованное поведение червей, установили, что оно регулируется механизмом, действующим на молекулярном уровне. Так, в обычных условиях информация проходит путь от рецептора к санцомоторным центрам мозга, однако в случае принятия решения о рискованном поведении информация не обрабатывается и сразу поступает сигнал к действию. Результаты данного исследования, по мнению ученых, могут быть применимы и при изучении рискованного поведения млекопитающих и человека. Гендерные и возрастные особенности проявления риска, которые мы рассмотрим далее, также могут объясняться и особенностями строения мозга. Так, например, по исследованию Рахимкуловой, у мужчин в большей степени развиты области мозга, которые характеризуются высокой плотностью рецепторов половых стероидов. И кроме того, в подростковом возрасте, когда рискованное поведение наиболее выражено, наблюдается различие в сроках созревания серого и белого вещества мужчин и женщин. Это может оказывать серьезное влияние на контроль человеком собственного поведения и приводить к неоправданному риску, что может объяснять половые различия в рискованном поведении в подростковом возрасте. Стремление человека к совершению рискованных действий может быть связано и с особенностями строения нервной системы. Во многих исследованиях подтверждалась связь с рискованным поведением человека с темпераментом. И если опираться на классификацию Айзенка, то наименее склонным к риску будет меланхолик, а холерик и самовинник наиболее часто по сравнению с другими будут проявлять рискованное поведение. Стремление к совершению рискованных действий может проявляться и на гормональном уровне. Так в результате действий опасных ситуаций вырабатывается адреналин. И когда человек рискует и в результате достигает желаемой цели, у него может формироваться своеобразная зависимость от выработки адреналина и действия в ситуациях опасности. Такой механизм наиболее применим в экстремальных видах спорта. В результате многих исследований была доказана связь готовности пойти на риск с полом человека или животных. В обществе традиционно именно мужскому полу приписываются рискованное поведение, и это действительно подвергается на многих исследованиях. Так, например, в статье Архимкулова и Розанова отмечается, что мальчики-подростки в два раза чаще, чем девочки, проявляют именно высокую готовность пойти на риск. Ермолин выявил, что лица с высоким уровнем склонности к риску среди мужчин больше, чем среди женщин. Данная закономеренность прослеживается и у животных. Так, например, Дален и другие биологи из Шведского музея естественной истории установили, что самцы мамонтов чаще умирали в результате нелепых ситуаций. Ученые предположили, что это могло быть связано с тем, что именно самцы чаще проявляли рискованное поведение, в том числе шли на неоправданный риск. И в результате именно этого рискованного поведения вероятность их смерти значительно возрастала по сравнению с самками. Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса провели исследование продолжительности жизни 229 животных и установили, что особи с одинаковыми половыми хромосомами живут дольше. В случае млекопитающих и человека это особи женского пола. Продолжительность жизни в результате этого исследования коррелирует с полом и может быть связана в том числе и с рискованным поведением особей. Однако интересно, что ряд исследований опровергает теорию, что именно мужчины более склонны к рискованному поведению. По исследованиям кленовы, допустим, склонность к риску наблюдается у 27% девушек и у 15% юношей. По исследованию ИЛИНА 62% девушек имеют выраженную склонность к риску, а юноши лишь 37%. Помимо пола, внимание исследователей сосредоточено и на поиски связи рискованного поведения с возрастом. Так, по мнению Цукермана, готовность пойти на риск возрастает к 9-14 годам. Мига своего достигает в 20-22 года и далее начинается снижение. Это связано не только с гормональными и физиологическими изменениями, а также с изменениями в психике человека. По мнению Архимкулова и Розанова, при наблюдении за животными также проявляется связь рискованного поведения с возрастом. В частности, при достижении полового созревания начинает активно проявляться поведение, связанное с риском. Это, например, борьба за блайз, захват территории, поиск брачного партнера. Кроме того, британские исследователи выявили, что у собак в подростковый период значительно возрастает рискованное поведение, проявляющееся в игнорировании команд хозяина и в непослушном поведении на прогулке. Однако, по некоторым исследованиям, теория о том, что юноши имеют преимущественно высокую склонность к риску, не подтверждается. Например, Андреева доказала, что 92% юношей в ее исследовании, в ее выборке, имеют средний уровень склонности к риску и лишь у четырех высокий уровень склонности к риску. В некоторых исследованиях была обнаружена связь рискованного поведения и с другими биологическими особенностями. Например, группа ученых была обнаружена связь склонности к риску у предпринимателей с заражением их таксоплазмой. Это паразит, особо распространенный среди кошек. Данный паразит у животных значительно влияет на их поведение. Так, например, мыши, зараженные им, начинают значительно меньше бояться хищников и даже могут идти навстречу кошке. У предпринимателей, у которых был обнаружен данный паразит, была выявлена склонность к риску, особенно в сфере занятия бизнесом. Интересную закономерность связи рискованного поведения с пищевой стратегией у животных выявили австрийские ученые. Был проведен эксперимент над волками и собаками, в результате которого оказалось, что волки гораздо более склонны к риску, чем собаки. Это связали с их пищевым поведением. Так как волки в большей степени добывают пищу в результате охоты, а собаки, даже те, которые живут без хозяина, в основном питаются отбросами и падалью, то волки гораздо более склонны к риску, чем собаки. Также интересное положение относительно причин рискованного поведения у человека было выдвинуто Грофом в его теории перинатальной матрицы. Согласно его мнению, склонность к риску может формироваться в период третьей перинатальной матрицы, которую он назвал фазой борьбы и возрождения. Она соответствует второй фазе родов, и в зависимости от того, как тяжело она будет протекать, может формироваться у человека рискованное поведение. Таким образом, рискованное поведение во многом определяется биологическими особенностями, однако значительную роль готовности человека пойти на риск играют и социальные его характеристики. Прежде всего, рискованное поведение связывают со свойствами личности человека. В результате исследований была установлена связь склонности к риску со стремлением к поиску новых ощущений, импульсивностью, агрессивностью. Также большую роль в готовности человека пойти на риск играет его жизненный опыт и ментальные установки. Роль социума во внутренних факторах рискованного поведения проявляется и в соответствующем отношении человека к жизни. Например, Шабалтас и Жукова доказали, что позитивный взгляд на жизнь соответствует людям, которые в большей степени стремятся к обеспечению безопасности жизни, а люди с негативным отношением к жизни гораздо чаще идут на риск. Огромное значение имеют культурные особенности общества, в котором проживает человек. Так, в некоторых культурах риск является более приемлемый, чем в других. Кроме того, в зависимости от культурных особенностей, люди по-разному могут воспринимать риск и различно оценивать степень рискованности той или иной ситуации. Значение имеют и субкультуры, которым причисляет себя человек. Роль социума проявляется и во влиянии окружения. Ребенок в процессе роста и развития усваивает те или иные правила поведения в различных ситуациях. Часто человек может совершать рискованные действия в результате научения. Возможен также феномен подражания авторитетным личностям, например, героям фильмов и книг. На рискованное поведение особое влияние оказывает и стресс. Риск в некоторых ситуациях выступает способом избегания стресса. Так, при высоком уровне стресса человек может совершать рискованные действия, которые будут снижать его уровень. Это будет выражаться в стремлении человека к острым ощущениям. Таким образом, риск – это один из важнейших явлений человеческой жизни. Он возникает в результате воздействия внешних и внутренних факторов. Внутренние факторы складываются из биологических и социальных особенностей. Трудно однозначно сказать, что в большей степени биологическое или социальное определяет рискованное поведение человека. Но, наверное, наиболее правильной точкой зрения будет то, что биологическое в большей степени закладывает основу для формирования рискованного поведения, а социальное выступает причиной уже развития рискованного поведения в течение жизни человека. Так или иначе, важным в данном вопросе является сравнительное изучение человека и животных, так как именно это может показать роль биологического фактора в формировании рискованного поведения. В любом случае, риск является одним из важнейших факторов развития видов и, в частности, факторов развития человечества. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Буду рада ответить на ваш вопрос. Спасибо большое за доклад. Вот вопрос от Эллы Анатольевны. Какая разница при проявлении рискованного поведения семейных и одиноких? Есть ли на этот счет какая-либо информация? Нет, к сожалению, на этот счет информации я не находила, хотя это действительно очень интересный вопрос. Я думаю, что я постараюсь найти. Но, к сожалению, очень мало исследований именно о готовности пойти на риск у животных и у человека. недостаточно много это изучается. И мне тоже интересный вопрос, вот такой хотелось бы задать. Скажите, пожалуйста, а вы сами планируете какие-то эмпирические исследования в этом направлении? Ну, я в частности проводила исследование готовности пойти на риск у людей, конкретно у военнослужащих, также у обучающихся в гражданских вузах на военных специальностях. Далее, вот в магистрской диссертации планирую изучать готовность пойти на риск у женщин, жертв домашнего насилия. Но вот, послушав доклады, мне стало очень интересно и у животных это изучить. Было бы интересно с кем-то это вместе, совместное исследование организовать, именно по изучению готовности пойти на риск у животных. Иван Александрович, можно вопрос? А, конечно, пожалуйста. Вот по поводу вашего пожелания об исследовании риска у животных, я вот как раз хотела бы откликнуться. Мы, вот Роман Джилантин сегодня делал доклад по принятию решений у рептилий. Мы изучаем процессы принятия решения, в том числе и с риском, у людей и у животных. Поэтому дальнейшее сотрудничество, как раз проведение экспериментов, и нам было бы интересно и полезно, поэтому надеюсь на контакты. А вопрос у меня, хорошо, по почте тогда будем контактировать. Вопрос вот какой. Как, по-вашему, соотносятся категории риска и рискованного поведения, точнее, склонности к риску, как индивидуальной особенности, и смелости у человека и животных? Потому что, в частности, в литературе по животным мы, в основном, встречались с категорией boldness, то есть смелость. То ли это самое, что склонность к риску, или нет? И в чём специфика того и другого, по-вашему, у человека и животных? Ну вот у человека склонность к риску – это такое, скорее, личностное свойство. И мне кажется, что оно как раз-таки и влияет на смелость. Смелость, наверное, больше связана и с выбором в какой-то ситуации, а склонность к риску – это определённое такое стремление, внутреннее стремление не только к действию, но и к поиску данных ситуаций. А у животных? У животных, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос. В большей степени я всё-таки сосредоточена была на изучении склонности к риску у человека. Так, а всё-таки вот термин boldness, вот если литературу о животных посмотрели, там вот этот термин boldness часто употребляется, мы его переводим как смелость. А есть ли там специфический термин, встречали ли вы, для определения склонности к риску у животных? В основном я вот смотрела, что используется именно готовность пойти на риск. К сожалению, не вспомню сейчас перевод, но именно оперируется вот этим понятием готовности. к риску. Значит, есть какой-то специальный термин, как готовность к риску. Значит, надо будет его поискать. Хорошо, тогда вот надеюсь на дальнейшее. Да, я тоже, спасибо большое. Спасибо вам, да. Большое спасибо. Есть ли ещё какие-либо вопросы, уважаемые коллеги? Ну вот извините, можно буквально чуть-чуть, вот у меня такая мысль возникла. Почему мы со смелостью, например, связываем риск, да, а не с поисковым поведением, допустим, с любопытством, с исследовательским поведением. Вот, наверное, вот с точки зрения психологии маскулинности, то есть же самый, да, риск, он скорее коррелирует с исследовательским, новаторским таким вот поведением расширения границ территории. Вот, может быть, эта тоже мысль может быть как-то продуктивной. Да, да, и также постараюсь продолжить вашу мысль ещё с достижением успеха. Напрямую связывается риск с готовностью к достижению успеха. Я поняла, спасибо. Да, ещё из опыта своего, опять-таки, с теми же лошадьми, хотя я не только лошадьми, да, скажем, интересуюсь, так может показаться. Но вот у лошадей очень чётко проявляется, у них очень выражена вот эмоциональная тенденция страха, и вот, по-разному опять-таки, да. И вот есть поведение риск, на мой взгляд, тоже как вот основа идеи, возможно, исследовательской, скажем так, субъективная трактовка, некоторые, допустим, одна лошадь может для себя понять палочку, лежащую на земле, как очень рискованную, или даже лужу может испугаться, да, а другая вообще не сочтёт это как источник риска. То есть, вот какое-то вот субъективное прочтение, да, вот семантика, вот это тоже момент, который может, скажем так, всплыть в исследованиях. Да, да, спасибо. Иван Александрович, можно? Да, пожалуйста, Александр Игоревич. Ну, мне, в общем-то, понравилось, что вот те вещи, которые хотели посмотреть эмпирически, в общем-то, решили попробовать на профессиях. Это действительно так, потому что есть профессии, которые требуют склонности к риску, та же военная профессия, и есть профессии, которые, ну, в общем-то, не требуют такого. Значит, я просто хотел бы обратить внимание, вот, Елизаветы, на то, что риск-то, он тоже, вот, само понятие риска, оно, видимо, достаточно многогранно. Ну, и по собственному опыту могу сказать, чтобы вот была такая страна, Советский Союз, да, в эпоху своей ранней истории. В общем-то, ну, как бы, социально желательным примером было как раз вот рискованное, и не то чтобы, ну, да, там, с компонентой смелости и даже героизма. Когда сторона прикажет героем, у нас героем становится любой, да? Вот. Еще другая сторона, та же самая, в общем-то, но другая. Когда при составлении, например, заявки на финансирование твоего исследования, вот, некоторые фонды там или государственные органы, с тебя требуют оценить степень риска. Но это другой риск. Риск того, что экономические вложения в твое исследование, так сказать, не дадут ничего или дадут очень мало. Вот. То есть риск очень, так сказать, многогранное понятие. Ну, так же и у животных, очевидно. То есть, ну, там, я не знаю, птица, отводящая от своего, ну, там, у выводковых птиц, отводящая от своего выводка, там, хищника. Вот это риск или нет? Или это для них настолько естественное поведение, что, в общем-то, там, понятно, что это риск. Это с человеческой точки зрения. Вот. Соответственно, точно так же у людей. Ну, военный, собственно, такая профессия. Грубо говоря, там идет либо под пули, либо под очень неприятные вещи, когда приходится принимать решение, от которого зависит жизнь многих людей. А другому, так сказать, это, ну, и для него это как бы стандартное поведение, нормальный риск. А для других, вот, ну, может этого и не быть. То есть, это огромный риск, там, я не знаю, выйти на трибуну и высказать какую-нибудь, так сказать, там, крамольную мысль о том, что, я не знаю, там, есть мышление у каких-нибудь веретенец или еще чего-то. Попробуйте это сказать, так сказать, какой-то другой аудитории, а не в нашей. Вот такая вещь. То есть, вы имеете в виду, что вы работаете с целым спектром, с целым пучком таких понятий, которые, так сказать, кроются за вашим риском. Ну, и, собственно, иногда риск, как бы, воздается, да, вот, поставив эту проблему, вы, наверное, сейчас контакт с Ириной Григорьевной Скотниковой затеете, ну, может быть, мы с вами как-нибудь где-нибудь пересечемся. Это тоже был ваш риск. По степени волнения я понял, что он для вас очень существенный. Спасибо большое вам, да, Клэл? Да, спасибо вам. Спасибо большое. Мы продолжаем. Следующий докладчик. Нечаева Элла Анатольевна с докладом «Метод психологической интервенции во взаимоотношениях человека с животными. Применение ПЭТ-терапии и анимал-терапии как дополнительных методов терапии при психологическом консультировании семьей». Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представить вашему вниманию доклад на тему «Метод психологической интервенции во взаимоотношениях человека с животными. Применение метод психотерапии, анимал-терапии как дополнительные методы терапии при психологическом консультировании семьи». Цель моего исследования была определение возможности применения ПЭТ-терапии и анимал-терапии при психологической коррекционной работе с семьей. Объект исследования – это психологическое состояние членов семьи до и после проведения психологического консультирования с применением ПЭТ-терапии и анимал-терапии. В моих исследованиях добровольно приняли участие 11 семей. Это были традиционные ядерные семьи, нетрадиционные однополые, традиционные расширенные и семьи с одним родителем. Доклад представляет результаты научно-практической исследовательской работы, которая осуществлялась мной в реабилитационном центре для домашних животных «Подари нам жизни» в поселке Калининском Краснодарского края, домашнего приюта для кошек и центра психологического консультирования семьи «Мы вместе в городе Краснодаре». Я прошу прощения, кто-то должен выключить микрофон. Калина Григорьевна, по-моему, от вас поступает звук, или мне так казалось. А вот вы знаете, сейчас я отменила перевод, я на что-то поступлю. Да, продолжаются немножечко там переходы. Можно, пожалуйста, администратор попросить? Ага, вот, спасибо. Спасибо. Исследование проводилось в два этапа. На первом было проведено диагностирование психологического состояния семьи, выявление основных семейных проблем. Затем были предложены основные методы психологической интервенции совместно с дополнительным – это метод терапии. На втором происходил анализ, сбор полученной информации, составление выводов, заключение исследовательской работы, сравнение теоретических выводов отечественных ученых, я делала на этом акцент, с практическими выводами данные, с практическими данными автора доклада. Ну вот, сразу приведу примеры психологической интервенции с использованием терапии при консультировании семей. В центр семейного консультирования «Мы вместе» обратилась семья с проблемой плохого поведения сына – 7 лет. Семья ядерная, оба родителя работают, графиком жизни ребенка полностью руководит неработающая бабушка, мать, жены, хотя она проживает отдельно, но бывает в семье и, думаю, в семье каждый день. При диагностике были выявлены основные психологические проблемы в семье – нарушение границ, несоблюдение иерархии, гиперобека бабушки, неразрешенные кризисы семьи, смена ролей. Ребенок, естественно, транслировал все эти семейные проблемы в общество по-своему, он выбрал девиантную форму поведения, проявлял акты вандализма к личному имуществу других детей в школе, агрессивное протестное поведение в ответ на замечания педагога. В рамках консультирования к основным методам терапии был предложен дополнительный метод – это предтерапия. Семья посетила приют для животных, реабилитационный центр, где все члены семьи, родители с сыном, две бабушки поработали волонтерами, активно общались с кошками, с собаками, вот так был применен метод по терапии. После этого мальчик выразил желание взять одного кота домой к себе, из приюта, родители его желание поддержали, и уже через 6 месяцев после выполнения практически всех рекомендаций психолога произошли значительные позитивные изменения в семье. Семья правильно выставила все отношения между собой и бабушкой, мальчик считает кота членом своей семьи, младшим братом, то есть образовался псевдо-сиблинг, почему я применила этот термин псевдо, потому что, естественно, это не родственники, а межледовая связь. У бабушки появился новый интерес подопечный для воспитания, ей подарили собаку, морскую свинку, и семья вошла в зону комфортного, позитивного существования. Вот в данный момент жалоб на поведение ребенка в семье и в школе нет. Тот факт, что современная семья включает в себя домашних животных или хотела бы иметь дома животных, до сих пор не учитывался при психологическом консультировании семьи. Между тем, семья, имеющая домашнее животное, обладает своей структурой, своей динамикой, что в своих работах заметили отечественные ученые Варка Бифидорович и также в своем докладе отметила Филиппова Галена Григорьевна вчера. Следующий пример показывает эффективность метода при консультировании с тревожными детьми. В центр семейного консультирования обратилась мама с дочерью в 6 лет. Основная проблема – дочь жаловалась на одиночество в семье, у нее был плохой аппетит, наблюдался тревожный сон. При диагностике были выявлены ключевые проблемы в семье. Это занятость мамы на работе и даже дома она постоянно была занята, коммуникативные проблемы у ребенка в садике, тяжелый развод, который пережила женщина. И в рамках основной программы психологического консультирования маме и ребенку было предложено взять домой на время котенка по желанию ребенка. Ребенок, то есть выразил желание иметь дома котика. Котенка выбирали в домашнем приюте. И уже когда в доме появилось маленькое животное, то семья преобразилась. Тревожность, чувство одиночества, ребенка полностью ушли, она играла с котиком, заботилась по-детски, о нем кормила. У ребенка улучшился сон, котик спит с ребенком, аппетит они вместе принимают, пищу, ну естественно, каждый в своей зоне. Тревога мамы за психологическое состояние дочери тоже ушло. То есть забота о животных формирует позитивные черты характера ребенка в период формирования ядра личности ребенка. Это 5 в семье. Снова наблюдался феномен формирования в семье псевдо-псидлинга, ребенок и животное. Девочка считала кошечку своей младшей сестрой. Вот сразу возникает задача перед отечественными психологами в трансляции экопсихологических методов консультирования современной семьи для формирования положительного этнических ценностей, поддержания собственных позитивных семейных традиций, гуманного отношения к животным, создание психологической и физической безопасной среды для детей в семье, транслирование в общество экопсихологических актов альтруизма, это волонтерство в приютах для животных. Также положительные результаты психологической интервенции с импользованием пед-терапии наблюдались в работе с пожилыми членами семьи. В центр семейного консультирования обратилась семья с просьбой оказать психологическую помощь пожилой женщине 72 лет. Это была мама жены. Она недавно обдавила, начались проблемы со здоровьем, хотя медицинские диагностические исследования не показали серьезных физиологических нарушений. Женщина просто не уходила из дому, она проживала отдельно, хандрила, ни с кем не общалась, категорически не хотела идти к психологу, потому что считала, что с головой у нее все в порядке. Было предложено пройти консультирование при революционном центре для животных во время выбора собаки. Это единственное место, куда она пожелала поехать. В процессе прогулки по центру психолог беседовала с пожилой дамой, это была я, расспрашивала ее о эмоциональном и физическом состоянии. После 45 минут прогулки по вольерам с собаками, женщина просто преобразилась в положительную сторону. Члены семьи отметили, что они давно не видели свою маму в таком хорошем настроении. По итогам встречи женщина выразила желание взять собаку домой, которая во время всей прогулки ее сопровождала. Она сама меня выбрала. Вчера в докладе Панова Виктора Ивановича феномен выбора собаки хозяином также был отмечен. Вот через несколько месяцев семья связалась с психологом со мной, записала на прием пожилую женщину, выразила сама желание прийти на консультацию. В процессе беседы выяснилось, что жизнью кардинально поменялась в лучшую сторону. Появились приятные хлопоты, она реализовала свою детскую мечту увидеть собаку. В данный момент считает себя самым счастливым человеком. Ходит гулять по свежему воздуху не менее трех часов в день, собаке надо гулять, общается с другими владельцами собак, обменивается с ними информация о жизни животных. Такая положительная тенденция по улучшению физического, психологического состояния пожилых членов семьи, возрастная группа представлена от 70 до 83 лет, наблюдается в 8 из 9 случаев. В период постоянного пребывания с животных дома пожилых людей, чувство утраты, потери близких переживается легче. Животные отчасти замещают ушедшего близкого человека. Забота о животных напоминает им заботу о своих возрастливших детях, отвлекают их от тревожных мыслей. Вот очень хорошая динамика применения под терапией отмечалась в работе с семьями, которые готовились стать родителями на этапе планирования рождения детей. Молодые люди брали из приюта на время животных, кота или собаку, им нравились условия возврата животных обратно, регуляционный центр такие условия предлагает. Они распределяли обязанности ухода за животными между собой. В процессе реальной жизни дополнительным членам семьи в виде домашнего животного, временного или постоянного, выявлялись текущие проблемы в семье и ставились задачи на будущее. Таким образом формировали семейные правила, при которых учитывалось присутствие в семье другого члена семьи, добятость на семье ухода и заботы о нем. Но вот в практике был случай, когда после кратковременного общения с животными взяли домой собаку из приюта, семья через три месяца распалась. Новый член семьи указал на проблемы в семье, с которыми она не справилась. И пара приняла решение расстаться, собака осталась в парне. Согласно доминирующей точке зрения, животные удовлетворят основные психологические, не говоря уже о физических потребностях их владельцев, в эмоциональной привязанности, дружбе, любви, заботе, безусловном принятии, принятии, верности, социальных контактах. Животные способны удовлетворить психологические потребности человека. В многочисленных исследованиях показана роль животных, собак, кошек, лошадей, дельфинов, в активации и гармонизации социальных взаимодействий между людьми. Взаимовыгодный характер взаимодействия человека и животного, как в плане снижения тревожности, напряжения, переживания одиночества, депрессии, тревоги, агрессии, так и в плане развития эмпатии и ощущения счастья. Поэтому исследование международного психологической интервенции человека с животными требует изучения, с одной стороны, того, как человек понимает невербальные коммуникативные сигналы животного, а с другой стороны, как животные понимают не только невербальные сигналы, но и вербальные обращения человека. Экспериментально доказано, что животные представляют для детей 6-8 лет младшего члена семьи. При этом у детей начинает сформироваться понимание того, что домашние животные, за которыми они ухаживают, это не вещь, а живое существо со своим способом жизни, со своими потребностями. Это утверждение отмечает и отечественный психолог Дрежная, что дети 7-8 летнего возраста уже способны самостоятельно ухаживать за животными небольшого размера. Общение, совместные игры детей дошкольного и школьного возраста с домашними собаками и кошками способствуют общему познавательному и физическому развитию детей, снижению их страхов, развитию уверенности в семье, более открытому проявлению эмоций, желанию идти на контакт с окружающими людьми, и это подтверждено в работах Непольска. Вот очень интересная информация была в следствии консультирования нетрадиционной однополой семьи. За психологической помощью обратилась семья двух мужчин. Суть проблемы состояла в том, что у них постоянные конфликты на почве того, что один член семьи чувствует себя одиноким в отношениях. В процессе диагностирования выяснилось, что причин для формирования этого чувства в отношениях нет. На консультации присутствовал код из домашнего прививода, который постоянно подходил к одинокому члену семьи, проявлял ему знаки внимания, тем самым на время увеличив число членов семьи до трех. Постепенно в беседе выяснилось, что одинокий партнер вышел из многодетной семьи, всего было семь детей, ему просто не хватает семейной атмосферы, он был средним ребенком, привык получать заботу от старших, ретранслируя ее младшим членам семьи. Семья сама нашла решение проблемы, они завели домашних животных, в данный момент время у пары проживает пять котов, некоторые были взяты из приюта, подали нам жизнь, а некоторые просто вошли в семью просто с улицы, бездомные. На этом основании ученые Варга и Федорович говорят о животных структуре человеческой семьи как о треугулированном члене семьи, замещающем элементам. Животное берет на себя невольно разные роли в семье. Отечественные авторы Ясун Дерявко определили функцию энемиотерапии как помогающую человеку. Это психофизиологическая функция, улучшение физического состояния и психотерапевтическая. Животные гармонизируют и гармонизируют различные отношения. При оценке результатов по терапии по методике анализа рисунка семьи было выбрано улучшение по следующим комплексам. Благоприятная ситуация в семье, конфликтность, тревожность, чувство неполноценности, враждебность. Но я хочу привести пример и применение этой терапии, которая дала нулевой результат, а можно даже сказать и отрицательный. В центр консультирования обратилась женщина 47 лет с проблемой плохих взаимоотношений со взрослым сыном 19 лет. Они проживали на одной территории. У женщины была непроходящая депрессия. Причину всех своих обед она видела в своем химически зависимом сыне, у парням наркотическая зависимость. На этой почве в семье были постоянные скандалы. Парень неоднократно проходил лечение в реабилитационных центрах. Психолог начал работать в семью и предложил посетить реабилитационный центр для животных в рамках психологического консультирования. Семья приехала в центр, но положительного эффекта встречи с животными не произошло. Парень демонстрировал ярко выраженный абсистентный синдром. Его все раздражало, он взялся на мать, на окружающих его людей, психолога, сотрудников приюта. Предложение пообщаться с животными вызвало у него агрессию. Мне это не надо. Женщина также реагировала на ситуацию негативно. В ней и семье были предложены другие методы психологического консультирования. Воздействие на позитивные стороны каждого члена семьи с целью формирования психологического благополучия всей семьи столь же значимо, как и устранение или ослабление негатива. Позитивные психологические интервенции – это практическое применение концептов позитивной психологии. Они могут принимать разные формы, осуществляться разными способами. Метод Т-терапии можно отнести к гуманистическим позитивным методам психологии. На основании вышеизложенного можно прийти к выводу, что метод Т-терапии позволяет значительно лучше психологическое благополучие семье, снизить уровень тревожности детей, улучшить когнитивные способности детей, после того, как этот эффект сохраняется еще в очень долгосрочной периоде. Представленные в докладе методика стимулируют гибкость восприятия мира в целом, меняют негативную картинку, но позитивную. Применение по терапии может способны снижению агрессивности в семье, поскольку направлены на свойства эмоционально-волевой, ценностно-нормативной сферы личности человека. Помогает людям справиться со стрессом, хотя до сих пор невозможно объяснить механизм, благодаря которому это происходит. Важнейшим отличием по терапии от традиционных медицинских методов лечения является то, что пациенты настраиваются не на лечение, а на приятное общение с животными. Тот факт, что дружелюбные животные оказывают благоприятное влияние на человека, научный мир уже принят. Но вот с точностью объяснить механизм по терапии, а также почему одним пациентам эта методика помогает, а другим днем ученые пока не могут. Некоторые исследования указывают на то, что наблюдение за животными повышает активность предфронтальной зоны коры головного мозга, которая отвечает за принятие решений и социальные взаимодействия. Пет-терапия активизирует выработку гормонов счастья, эндорфинов, отличающихся за ощущение удовольствия. Также характеризуется более удаляющая активность, успокаивает, улучшает настроение, принимает тревогу, стресс. Но какие именно неровные связи при этом формируются, неизвестно. Чтобы пет-терапия дала ожидаемый позитивный эффект, консультирование должно проходить под наблюдением специалиста. При серьезных физических и психических нарушениях пет-терапия не является самодостаточной методикой лечения, а только вспомогательной частью большого комплекса работы. Пет-терапия подходит не в семь сезон. Цели реабилитационной психологической интервенции отражают целевую ориентацию на достижение позитивных изменений в обществе в целом, транслируя эти ценности через малую социальную группу семьи. Ребилитационные психологические интервенции могут быть направлены как на более общие, отдаленные цели, общая гуманизация общества, снижение тревожности, так и на конкретные, более близкие цели для семьи. Флочение, снижение агрессии, формирование позитивного эмоционального фона, создание безопасной среды для детей. Однако всегда психологические средства воздействия должны быть четко соответствуют целям воздействия. Эмпирическая проверка психологических интервенций связана прежде всего с изучением их эффективности. Они должны осуществляться всегда только профессионалами. Для этого необходимо обобщить весь имеющийся опыт в отечественной психологии, разработать методикотеоретические и практические рекомендации для специалистов, желающих применить в своей работе метод петерапии, энемотерапии, гипотерапии. В нашей стране гипотерапия только начинает развиваться, и пока еще не популярна. В отечественной научной литературе информации по данному методу в полном объеме нет. Исследования в этой области продолжаются, интерес к каждым годам петерапии растет. Есть необходимость изучения этого вопроса в рамках сравнительной психологии с использованием междисциплинарных исследований. Ну, немножечко маленькое такое отклонение. В рамках сравнительной психологии я представляю интересные факты из области психологии семьи кошек. Исследование проводилось в моем домашнем приюте, максимально приближенным к естественным условиям проживания животных. Прайд. Почему прайд? Потому что основной костяк семьи состоит из близких родственников по типу льву. Во главе прада стоит самая старшая самка, прайди матриархат. Ссоры между животными бывают очень редко, потому что четко соблюдаются границы иерархии между старшими и младшими. Каждый кот знает свое положение, свои обязанности. Одни охотятся в основном в самке. Самцы охраняют территорию, отгоняя чужих животных. В прайд принимаются новые животные, но только по протекции человека. Остальные сразу изгоняются из территории. И вновь прибывшие по протекции человека сразу принимают правила прайда. Причем после стерилизации функциональные обязанности положения в прайде животных не изменяются. Старшие воспитывают младших легкими шлепками, определенными звуками, шиперами. У всех котов абсолютно разный характер. Замечено, что коты умеют дружить, выбирая себе в друзьянике с не всех подряд, а по своим собственным представлениям о личности другого кота. Причем пол может не учитываться. Чаще дружат подборы. Могут образовать прочные сиблингевые связи, но только с самками. Но и то не всегда. Я прошу прощения, я хотел бы обратить внимание, что время уже подходит к концу, вы не могли бы... А у меня уже заканчивается сна. Хорошо. Личности кота формируются в возрасте 2-5 недель. В этот период формируются привычки, отношения к миру, доверие и недоверие. Позже уже, в возрасте 2-5 месяцев, они начинают копировать поведение старших котов, выбирая себе значимого взрослого. Коты способны создавать длительные семейные союзы самки и самца с функцией совместного воспитания потомства при наличии постоянной безопасной территории проживания кормовой базы. Сформированный характер у самок наблюдается в возрасте 6-7 месяцев, у самца позже, в 10-12. Изучение психологии кушек продолжается. Всем большое спасибо за внимание. Это мой был дебют. Здравствуйте, это Дмитрий Исумин. Вот, нет, ну, мы тут выступаем как одно лицо. Вот, дело в том, что, ну, как мы, так и животные являемся клеточными сообществами, и, в общем, то, что мы называем нашей психикой, это то, как эти клеточные сообщества реагируют на то, что происходит там снаружи. И чем мы, в принципе, отличаемся? Тем, что у нас есть такой продукт жизнедеятельности, как общество, который, с одной стороны, очень организован, и по этой же причине чрезвычайно опасен. Он жутко нас дестабилизирует, как клеточное сообщество. Ну, понятно, что это опаснее, чем Чернобыль. А животные – это такие же клеточные сообщества, но не дестабилизированные обществом, и поэтому во взаимоотношениях с ними мы себя стабилизируем. То есть, вот если мы погрязли в грехе, то животные безгрешны. Это, я говорю, не для того, чтобы что-то пропагандировать, а чтобы показать, насколько давно это известно. Вот мой краткий комментарий. Огромное спасибо. Я там написал, еще и озвучу. То есть, из вашего доклада следует, что неполная семья – это семья без животных. Это категорически правильно. Огромное спасибо. Два вопроса. Вот вы привели данные о том, что поведение с риском сопровождается активацией префронтальных отделов коры, и это связывает… Нет, значит, нет, нет, нет. Общение с животными или склоны… Характеристики общения с животными связаны с активностью префронтальных отделов коры, что связывают с особенностями принятия решений и социальным поведением. Точнее так, префронтальная кора обеспечивает принятие решений и социальное поведение. Что касается связи социального поведения и взаимодействия с животными, поэтому активация префронтальной коры понятна. А вот при чем здесь может быть принятие решения? Каким образом общение с животными может влиять на особенности принятия решения, если судить по активации префронтальных отделов? То есть при чем тут, собственно говоря, принятие решения? Какие могут быть взаимосвязи общения с животными и принятия решения? Очень интересный вопрос. Дело в том, что я не биолог и нейрофизиолог. Я взяла эти данные, условно, из других источников. И вот как раз-таки этот вопрос я уже хотела поставить в план своего изучения. Действительно ли это так, как гипотеза? И именно какие нейронные связи формируются при этом? То есть на что именно влияет общение с животными? На принятие каких-то нерискованных, рискованных? Это было в предыдущем докладе. Да, да. Да, по Дурийска. А вот, допустим, дети, вот наблюдение с неполной семьи, хотя я имела в виду другую, то есть там мама с дочкой просто жили в неполной семье. Хотела бы сказать о том, что ребенок после общения с животными стал принимать решения более четко. Если вопрос, ну, самый такой житейский, ты будешь кушать, да, задавался вопрос до животного, то ребенок говорил, нет, не знаю, может быть, то когда кормилось животное утром, то вопрос ребенку, будешь ли ты завтрак, принимался мгновенно, мгновенно. То есть ребенок говорил, да, конечно же, вот у меня же младшая сестра кушает, я, конечно, буду. Ты пойдешь спать? Вот такие вопросы, то есть в процессе исследования. То есть до этого мама говорила, что сон был тревожный, ребенок, давайте еще мультики посмотрим, а расскажи мне какую-то сказку, а побудь со мной, а включи свет. То при присутствии животного в семье, ребенок вообще молча брал котенка и шел спать. Принималось решение сразу, то есть, ну, вот формирование таких привычек, ну, реально, это привычки. Да, действительно, правдоподобно, да, интересно, верно. А второй вопрос, я вот, может быть, не расслышала. Вы упоминали работы Никольской? Да, 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 конечно. Да, вы знаете эту работу, да? Конечно, конечно, конечно. В тюрьме взаимоотношений. Да, конечно. Никольская, конечно, Варга, Федорович, конечно, это наши основы. Понятно, спасибо, спасибо. Да, вот есть вопросы, расскажите, пожалуйста, отличаются отношения к животным нормальным, к детям и к больным. К больным в каком плане? А в плане психических отклонений, либо в биллиантном, вот что имел в виду Роман, пожалуйста, как уточните. Было единственное, что когда ребенок заболевал, опять-таки, вот, и так я наблюдаю эту неполную семью, простудным заболеванием, то я могу сказать с точностью, что животное не отходило от ребенка ни на минуту. Даже поесть и сразу же возвращалось обратно, и мама была вынуждена принести кормушку в спальню ребенка, потому что животное реально даже не отлучилось поесть, не отходило от ребенка. К сожалению, с психическими отклонениями я не работаю, я работаю только в пневмонистической психологии, и у меня нет таких данных. Если можно еще дополнить, потому что вот наш опыт, мы занимаемся так называемой повенцией для того, чтобы просто вводим этот термин, чтобы подлечить это от типотерапии, когда там, допустим, ЗЦП ездят на лошади, и это чисто психоэффект, такое физиологическое воздействие, да, чтобы подчеркнуть именно вот психотерапевтический контакт, вот мы взялись вот развивать термины повенцией. И наши клиенты, ну, прежде всего, я хочу сказать, да, вы почему-то концентрируетесь на работах отечественных, их действительно очень мало, вот. Вот, и, допустим, за рубежом я вот делала, когда обзор, там более ста источников в ведущих журналах, которые на самом разном уровне и с точки зрения практически всех подходов психотерапевтических доказывают и объясняют по-разному, в том числе на нейрофизиологическом уровне, как вообще работают вот эти вот механизмы терапевтические при взаимодействии с животными. И хотелось бы дополнить и объяснить, наверное, с моей точки зрения, да, и на основании нашего опыта работы с клиентами, что происходит. Действительно, меняется характер принятия решений, он меняется в сторону того, что человек принимает решения более уверенно, без длительного внутреннего конфликта, так скажем, перед внутренним вот какой-то вот этот процесс конфликта, он гораздо короче, появляется уверенность и такая обоснованность внутреннего принятия решения. И это происходит как со маленькими детьми, так и со взрослыми. Вот у нас есть очень положительные результаты, когда женщина выходила из кризиса, там она несколько лет вообще, в принципе, проходила такую терапию из кризиса в связи с изменой мужа и разборкой там с вот этой любовницей мужа, которая была еще сотрудником важным у этого мужа. То есть в результате она через там пару лет, да, она совершенно просто спокойно пришла на работу и разобралась с этой женщиной и поговорила с ней там, и сказала все свои позиции, что ей надо и так далее, да. Вот. Ну и теперь у нее, в принципе, поменялось отношение мужа, и у них там наладились отношения, вот. И причина, на мой взгляд, да, в том, что, по крайней мере, вот по материалам вот этой вот эквеносиста терапии, терапии с помощью лошадей, да, вот такое вот мнение, и я привихожу к этому, что человек становится просто более внутренне интегрированным, он становится более аутентичным, когда он получает опыт общения с животными. И то, что касается риска, вот, например, да, и принятия решения, вот действительно, ну, например, с кошками, там принятие решения не очень активно. Я думаю, так при разных нарушениях нужны разные животные еще, к тому же, да? Да, да, да. Вот. И, а вот с лошадью там прям очень сильно принятие решения, потому что это огромное существо, которое пойдет куда захочет, да, причем оно это сделает именно с человеком нерешительным. И у нас прям вот такие вот моменты, когда лошадь может нерешительного человека просто таскать по ливаде на этом чоморе за собой, куда захочет, да, и тут же ее берет другой человек, который знает, чего хочет, и она следует за ним. То есть это не зависит там ни от возраста, ни от чего. То есть поэтому вот, да, и вот эта вот интегрированность, она появляется через старание понять, да, лошадь и через лошадь, допустим, понять себя, понять ту же кошку и через кошку понять себя. То есть вот эти вот моменты. Хотя на самом деле бывают разные уровни, и вот я согласна, что нужно посмотреть вот исследования там Никольской с Пановым, кстати, да, и вот они где рассматривали разные семьи и как по-разному там позиционировалась собака. Да, я хотела бы на ваш ответ, на ваш собственный вопрос ответить. Я готовила доклад в рамках эволюционной сравнительной психологии в России, то есть поэтому исключительно применяла научные исследования отечественные. Ну у нас вот совсем-совсем прям слабо-слабо. Ну вот поэтому это и есть к чему стремиться и что изучать. Спасибо. Я как раз имела в виду работа Никольской с Пановым, вот по уровням, по уровням, да, взаимодействия субъект субъектной, там субъект порождающей. Да, да, да. Да, я учитывала в работе своей ссылки на работу Никольской. Мне очень интересны комментарии, которые дают коллеги, и на мой взгляд, вот то, что мы здесь наблюдаем, это такое, можно рассматривать с двух ракурсов. С одной стороны, это классический подход терапевтический, в котором я, как и некоторые мои знакомые коллеги, надо полагать, не очень силен. А с другой стороны, это подход именно естественно научный, то есть классическая позитивистская наука, которая ориентирована на факты. У меня всегда возникает в данном случае вопрос, как вот идеи, которые в частности здесь были высказаны, и в том числе Эллы Анатольевны, уложить вот в это прокрустово ложа науки со всеми требованиями метода. Это ключевой, это очень сложный момент, потому что у меня большая часть всего, что здесь прозвучало, вызывало очень много вопросов с точки зрения того, что вот, а вы говорите о привыкании, вы говорите о таком-то, таком-то поведении, а как это было показано? С помощью каких критериев это было доказано? Вот это вот, конечно, сложность, но традиционно с ней сталкиваются все исследователи, которые работают в области терапии, и потом демонстрируют данные техники для того, чтобы доказать. А классические исследователи естественно-научной ориентации на методического подхода дают комментарии. Ребята, а у вас статистических данных нет? На каком основании вы вообще можете делать вывод? Можно я помогу немножечко уступающим в этом плане, поскольку есть опыт анализа именно зарубежных источников, и тоже я встала в свое время перед этой проблемой, а как же мы все-таки доказываем, что действительно есть помощь, и на чем она строится? И вот, в общем-то, после... То есть мы проводили небольшие эксперименты с группами студентов-волонтеров, с тренингом с лошадьми, получали, конечно, позитивные результаты, но субъективных опросников, вообще субъективными методами, но это не то. Но дело в том, что я как бы отказалась сама от построения и проведения подобных экспериментов вот именно в позитивистском, таком наматетическом подходе. Почему? Потому что я считаю, что за рубежом уже, в принципе, проведены достаточно серьезные исследования, которые на всех уровнях доказывают, и именно в позитивистской манере, вот, ну, дизайне, так скажем, эксперимента, как вообще реализуется механизм. Причем он реализуется на всех уровнях. Есть исследования, там две статьи в Великобритании, где на рандомной выборке школьников произмерялся слюной кортизол, который показывал, что, то есть, и вот данные показали значимо, что уровень кортизола у тех, той группы школьников, которые занимались на конюшне, значимо оказался ниже через определенное время, чем у тех школьников, которые не были включены в эту программу. То есть, вот, в принципе, на практически всех уровнях, я уже не говорю об данных, которые в рамках психотерапевтических подходов, начиная от психоаналитического, заканчивая гештальт-подходом, вот, реализуются. Вот даже вот такие вот психофизиологические исследования, они показывают, они есть, они проведены, их просто нужно посмотреть, я думаю, повторять смысла нет уже. Ну, здесь вот я могу согласиться по той причине, что воспроизводящие исследования как раз имеют очень большую ценность. В том отношении, что мы зачастую, как раз, как может быть вам известно, уважаемые коллеги, что у нас воспроизводимость данных психологических экспериментов, в принципе, весьма низкая, поэтому всегда интересно посмотреть. А вот на нашей выборке с некоторыми небольшими нюансами, получится ли то же самое? В этом отношении, мне кажется, потенциал тут огромный. Извините, пожалуйста, я кого-то перебил, видимо. Да, Иван Александрович, я хотела как раз добавить по поводу того, что вы сказали о проблеме объективных критериев успешности психотерапевтического процесса, да, при консультировании, в частности. Действительно, это проблема серьезная, в основном это критерии обычно субъективные, там клиенту помогло, не помогло. Что касается объективных критериев, у нас в Институте психологии Николаем Альбертовичем Алмаевым и Юлией Дубинской было проведено исследование, она как раз консультант, психотерапевт, консультант не с животными, правда, с людьми, но в этой работе с регистрацией ЭГЭ было остановлено, что в случае успешности психотерапевтического процесса, успешных там результатов, по мнению даже самого пациента, активируются медленные ритмы ЭГЭ. И вот эта работа проведена, она опубликована, насколько я понимаю, недавно, пару лет назад. И вот эти характеристики медленной активности выступили, вот они там это обосновывают по результатам, как объективные показатели успешности психотерапии. Спасибо большое. Если потребуется кому-то там такой метод, метод. Ну, правда, это не животные, а с людьми. Ну, это в данном случае можно, если мы говорим о ПЭТ, а не малотерапии, то это можно на человека смотреть. Хорошо, уважаемое количество слов передается Маре Николаевне Сотской с докладом на тему формирования полового поведения в антогенезе. Пожалуйста. Собственно говоря, понятно, что для существования каждого биологического вида размножение процесс исключительно важный. То есть каждое колени должно оставить после себя способство, способное к размножению. Но вот эта вот успешность, она как раз зависит во многом от правильности поведения половозрелых особей, то есть от того, как сформировано половое поведение у них. Эти потенциальные половые партнеры должны адекватно реагировать друг на друга, правильно осуществлять процессы ухаживания и спаривания. И это все должно идти строго в соответствии с рядовым стереотипом. Ну и выживание молодняка тоже в огромной степени зависит от адекватности поведения родителей, которое является исключительно важным фактором естественного отбора. Ну, кроме того, половое поведение является важнейшей частью всего комплекса социального поведения животных и формируется оно в строго определенные чувствительные периоды под влиянием совершенно определенных факторов. И вот понимание этих факторов и учет их влияния на поведение животного необходимо и при содержании в неволе. Особенно важно, кстати сказать, в случае непосредственного контакта человека с животными. И очень важно это оказывается при содержании животных в зоопарках, когда предполагается воспроизводство данного вида. Исключительно важно это для выращивания животных в каких-то реабилитационных центрах, где предполагается выпуск их в дальнейшем на волю и так далее. Потому что, в общем-то говоря, ну, на первый взгляд, такая вещь, как половое поведение, кажется совершенно само собой разумеющимся. И, в общем-то говоря, ну, собственно, как известно, основной инстинкт, и он должен быть выражен абсолютно у всех. Но, тем не менее, оказывается такая немножко парадоксальная на первый взгляд вещь, что как раз вот для того, чтобы для формирования правильного полового поведения необходимо соблюдение целого ряда условий в процессе роста детенышей. И такими наиболее важными моментами для формирования полового поведения являются контакты с однопометниками, ну, и современное, и врач, и общение с представителями своего вида в течение, собственно говоря, всего периода полового созревания. Ну, достаточно одним из факторов таким, который способствует правильному поведению, правильному половому поведению, являются так называемые сексуальные игры. Ну, сексуальные игры у детенышей, они заключаются в том, что у детенышей делают садки друг на друга, причем эти садки делаются независимо, так сказать, часто от пола. То есть самцы могут делать садки и на самок, и на самцов, самки могут делать тоже садки и на самок, и на самцов. И, в общем-то, нужно сказать, что сама по себе-то вот эта вот садка, то есть, ну, имитация полового поведения самца, она, в общем-то говоря, является, прежде всего, еще, кроме всего прочего, и очень важным компонентом вообще социального поведения, потому что это, собственно, одна из поздоминирования, и используется она не только в контексте размножения. Ну, точно так же, как и самка, и поза самки, готовая к спадиванию, она тоже, в общем-то говоря, представляет из себя, по сути дела, одну из многочисленных пост подчинений, и тоже очень часто используется просто в контексте социального поведения. Но, тем не менее, конечно, все-таки основной контекст – это именно все-таки половое поведение. Нужно сказать, что уже, собственно говоря, вот такие вот плавы, такие сексуальные игры, они начинают появляться у детенышей еще на достаточно ранних стадиях развития. То есть, ну, собственно говоря, и появляются они уже где-то в середине, где-то в середине, так сказать, в середине периода первичной социализации. Ну, сначала это, так сказать, проявляется в такой достаточно робкой форме, а потом, по мере того, как постепенно начинается постепенная наработка половых гормонов, то есть это уже вот к моменту начала ювенильного периода и так далее, эти сексуальные игры становятся все более и более активными. Ну, и, в общем-то говоря, как показано многочисленными наблюдениями, прежде всего с детенышами, выросшими в условиях депривации, а это касается самых разных видов, это касается и крыс, это касается и собак, это касается и норок и других, и целого ряда других животных. Оказывается, что вот именно в процессе вот этих вот половых, в процессе сексуальных игр, ну, фактически возникает такое обучение основным моментам техники полового, техники спаривания. Ну, и таким образом вот такие вот эксперименты с выращиванием детенышей в депривации без возможности такого раннего игрового общения показывают, что такие самцы часто оказываются в дальнейшем практически неспособными к нормальному спариванию. А, ну, самки, в общем-то говоря, для самок это, конечно, не столь актуально, потому что какой-то активный самец, конечно, способен спариваться с самкой, но тем не менее, все равно оказывается, что определенное предпочтение самки тоже делают таким вот самцам с правильным половым поведением. Ну, в общем-то говоря, это все очень хорошо известно владельцам домашних собак, потому что, ну, мы часто сталкиваемся с тем, что, в общем-то говоря, когда молодые кобели выросшие в условиях таких изоляции, а у нас, в общем-то говоря, большая часть собак вырастает именно в таких, можно считать, в таких условиях, потому что они контактируют, Они контактируют с другими, они контактируют с человеком, они контактируют часто с представителями других видов, например, с такими, как кошки, но вот в контактах с представителями своего вида часто возникают проблемы, часто возникают трудности. Этих контактов часто оказывается недостаточно, но в результате мы, в общем-то говоря, сталкиваемся с тем, что когда нам нужно осуществить вязку такого кабеля, оказывается, что это все далеко не так просто. И поэтому существует, не дарим распространена в мире собаководов такая должность, как инструктор по вязкам или так сказать, секс-инструктор это называется. Но, в общем-то говоря, часто оказывается, что действительно без помощи человека кабель оказывается не в состоянии спаливаться. Это вот один момент, который действительно присутствует реально. Ну и с другой стороны, мы сталкиваем, опять-таки, часто противовес этому. Те кабели, которые вырастают в какой-то семейной группе и имеют достаточно партнеров по играм, у них обычно никаких проблем в процессе первой вязки не возникает. Ну, собственно, конечно, огромное значение имеет значение таких вот совместных игр с детенышей для дальнейшей жизни. Очень заметно проявляется у обезьян. И в этом плане, ну, существует масса работы, особенно в этом плане показательной работы супругов Харлова, американских исследователей, которые огромное количество детенышей и обезьян вырастили методом искусственной матери, в полной изоляции. Ну, было показано, что такие вот детеныши, выращенные таким методом, они практически оказываются в конце, оказываются вообще неспособными к спариванию. И достаточно много сложностей, правда, в основном касающихся материнского поведения, возникает и у самок. Ну, и, в общем-то говоря, конечно, прежде всего это все проявляется в том, что животные, выросшие в изоляции, оказываются часто просто вообще не способны к нормальному общению с себе подобными особями. Но это касается не только размножения, но и разных других проблем. Но, кроме всего прочего, еще огромную роль для формирования нормального поведения, значит, вот такие вещи, как сексуальные игры, в процессе которых фактически идет обучение такой технике сексуального поведения, существует еще и такой фактор, как половое запечатление. Половое запечатление – это, ну, собственно, запечатление образа полового партнера, которое начинает происходить даже на достаточно ранней стадии. Ну, фактически, как только у детеныша начинается наработка половых гормонов, а это, в общем-то говоря, начинается этот процесс в достаточно раннем возрасте, у него происходит запечатление образа матери, образа сестер в виде дальнейших партнеров для спаривания. Ну, и для самок это тоже имеет место, потому что самки, конечно, хоть самка является достаточно, так сказать, пассивным членом в этом плане, но все-таки, тем не менее, у них тоже происходит запечатление образа самца своего вида, и в дальнейшем они тоже оказывают предпочтение именно самцам своего вида. При этом, значит, очень интересно вот что, что вот этот процесс такого запечатления, он имеет огромное значение, потому что в период он довольно, а он оказывается достаточно растянут. Вот в отличие, например, от запечатления образа матери, то есть импринтинга, он, который осуществляется в течение буквально нескольких часов вскоре после рождения, вот этот процесс, он оказывается достаточно сильно растянут, он продолжается фактически в течение, ну, в общем-то говоря, всего периода полового созревания, который длится достаточно долго. И интересно то, что, собственно говоря, оказывается, что в природе существуют некоторые механизмы, которые способствуют вот этому процессу. Ну, в тот период, когда, в частности, в тот период, когда вот у большинства детенышей выросших, ну, я буду рассматривать сейчас просто среднюю полосу, что вот в средней полосе обычно в течение рождения детенышей, рождение детенышей, мертвопитающих и вылупление от сынцов птиц происходит, ну, где-то весной обычно, с тем, чтобы детеныши могли вырасти в наиболее благоприятное время. И в течение, где-то в середине лета оказывается огромное количество вот таких вот молодых детенышей, у которых как раз вот идет процесс полового запечатления самым активным образом. И вот, что мы наблюдаем в природе. В это время практически у всех видов происходит процесс линьки. В процессе линьки, ну, меняется обычно вся зимняя шерсть на летнюю, и кроме всего прочего, еще и утрачиваются обычно все признаки полового деморфизма. Ну, правда, копытные, например, сбрашивают рога раньше, но такие всякие вещи, как всякие украшающие гривы, украшающие оперения у птиц, все это исчезает, все это выпадает. Ну, собственно говоря, если мы рассмотрим обычных наших отоп-кряков, которых мы массовым количеством видим на московских водоемах, то мы видим, что в период линьки обычно, вы знаете прекрасно, как самцы отличаются от самок, то есть у самцов ярко-зеленые головки, у самцов достаточно контрастное оперение и крыльев, и спины, и такое ярко-лиловое зеркальце на крыльях есть, а вот в период линьки все это исчезает. И в результате самцы этих уток, да и не только этих уток, а вообще практически всех позвоночных, выглядят примерно одинаково. И, то есть, фактически облик вида унифицируется, облик самки своего вида. Точно так же выглядят и молодые особи, и самцы, и самки. И, собственно говоря, вот, видимо, это является одним из факторов, который в большой степени способствует запечатлению самцами правильного образа самки своего вида. Ну, еще, кроме всего прочего, можно сказать, что и вообще-то, говоря, у многих видов самцы, ну, или самки, например, они тоже приобретают признаки такие выраженные, и самки у тех видов, у которых существует явление полиандрии. У них все признаки, ярко выраженные признаки полового деморфизма, они начинают проявляться тоже в основном в врачный период. А вне этого этого нет. Ну, вот, например, у самцов куликов-турухтанов к врачному периоду отрастают такие пышные, ярко окрашенные воротники из перьев, и они действительно все разные, все очень заметно отличаются. Или, например, тоже какие-нибудь тетеревоглухари тоже в это время приобретают ярко-черную окраску, ярко проявляющимися черными, красными бровями и так далее. А вот вне периода размножения все эти признаки в большой степени уходят. И, собственно говоря, например, самец-турухтана не отличается от самки нисколько. самка, самец-тетерев, конечно, он несколько отличается от самки, но это не столь явно, как в период полового размножения. Так что, в общем-то говоря, вот эти вот такие вещи, ну, в общем, это тоже может способствовать именно вот такому вот отсутствию полового деморфизма вне сезона размножения, тоже может способствовать такому более правильному половому запечатлению. Но, в общем-то говоря, мы сталкиваемся с тем, что действительно половое запечатление – важнейший совершенно момент формирования полового поведения. Мы сталкиваемся сейчас вот с тем, что достаточно часто детенышей, я не буду говорить о домашних животных в данном случае, хотя для домашних животных этот феномен тоже, конечно, у домашних животных этот феномен тоже очень широко распространен. Ну вот, например, для диких животных, которые воспитываются человеком, у них происходит четкое запечатление полового партнера на человека. И вот в зоопарках приходится сталкиваться иногда с тем, что есть самка какого-то вида, есть самец какого-то вида, молодые, энергичные, но оказывается, что и тот, и другой выращены человеком, и в результате естественным образом спариться они практически не могут. То есть у самки начинается течка, она готова к размножению, она выделяет огромное количество половых феромонов, от нее пахнет, эти половые феромоны, они возбуждающе действуют на самца, но самец начинает в это время пытаться ухаживать не за самкой вовсе, а за человеком, ну, за своим кипером или за своим воспитателем, ну, в общем, неважно. И преодолеть вот этот момент часто оказывается совершенно невозможно. Да и самка тоже, она, в общем-то говоря, не реагирует. С одной стороны, она принимает позы готовности к спариванию, но при этом она не реагирует на самца, а все эти позы ее бывают адресованы человеку. И преодолеть вот эту ситуацию оказывается практически нереально, то есть ее преодолеть, уже дальше, так сказать, ее решить проблему, то есть получить потомство от такой самки возможно только путем искусственного спаривания. И, в общем-то говоря, мы сталкиваемся с этим постоянно. Это и такие вещи мы видим. И у собак тоже достаточно часто тоже бывают ситуации, когда происходит у молодого кобеля запечатление на хозяина. И часто возникает ситуация, что когда такому кобелю привозят супу для осуществления вязки, оказывается, что он, да, он возбуждается, действительно, он возбуждается за счет выделения самки половых спарамонов, но при этом начинает ухаживать за хозяйкой. Вот с такими ситуациями сталкиваться приходится, в общем-то говоря, регулярно. Или, например, распространено такое явление у попугаев, которые выращены человеком, выращены, выкормлены искусственно, птенцы. Тоже бывает ситуация, когда самец начинает ухаживать за человеком, то есть это проявляется в том, что он пытается сделать самки, например, на руку или на голову человека, а в то время как самец на самку не реагирует совсем, какие бы она, так сказать, согласнительные позы не принимала. Ну и, в общем-то говоря, понятно, что в естественных условиях в будущем такой самец оказывается полностью обреченным на безбрачие, потому что он не реагирует на самок своего вида, но на самки, соответственно, того вида, которое за впечатление произошло, они его почему-то отвергают. Это все может... И, в общем, конечно, такие сюжеты, если это возникает, если мы выращиваем таким образом животных, особей, потом выпускаем их в природу, то в дальнейшем оказывается, что спариваться самостоятельно они не могут, у них они не реагируют друг на друга, как на половых партнеров, и это может привести к уменьшению численности редкого вида. С другой стороны, еще возникает иногда ситуация такая же, даже и в естественных условиях при наличии, при высокой численности разных видов на одной территории может происходить неправильное половое запечатление на другой вид. Ну вот, например, сейчас в Москве, вы знаете, что на водоемах, можно встретить большое количество уток разных видов. И эти утки... И, в частности, два у нас сейчас таких самых массовых видов. Это одна утка кряква, которых мы, в общем-то, видим на всех прудах. Они остаются на зимушку тут. И, в общем, мы их видим в большом количестве. А вторая, второй вид тоже, который стал массовым, это утка такая большая рыжая, утка-оголь, который, ну, в общем-то говоря, если утка кряква, это, так сказать, естественный вид, вполне из нашей фауны, то утка-оголь – это утка, которая фактически расселение вот по всей Москве произошло из московского зоопарка. И в естественных условиях эти виды, в общем-то говоря, конечно, никогда не спариваются. Они, в общем, мало достаточно сталкиваются друг с другом. А вот когда выводки этих уток плавают на каких-то отдельных небольших водоемах, утята видят представителей одного и другого вида. И у них за счет этого часто происходит половое запечатление другого вида. И в результате этого сейчас достаточно часто в Москве стали появляться гибриды между кряквами и огурями, так называемые крягори – утки, отличающиеся по внешнему виду. Но, в общем, такие гибриды появляются довольно часто. То же самое происходит и в зоопарке. Когда на одном пруду плавает достаточно много выводков разных видов, то тоже происходит вот такое неправильное запечатление на представителей других видов. А это плохо прежде всего тем, что с точки зрения численности видов в природе, это, конечно, очень плохо, потому что такие гибриды часто оказываются стерильными, и в результате чего увеличивается количество вот таких вот бесслодных особей. И это приводит, конечно, просто к уменьшению численности вида, иногда вплоть до вымирания. Так что вот этот процесс на самом деле оказывается весьма и весьма таким непростым. Поэтому, конечно, при выращивании детенышей в каких-то искусственных условиях для каких-то групп, которым в дальнейшем предстоит, от которых надеются получить потомство, конечно, необходимо соблюдение вот этих вот правил выращивания. То есть детеныши должны вырастать, во-первых, в зубах, и как можно меньше общаться с человеком, но это важно не только с точки зрения полового запечатления, а важно это и с точки зрения вообще, и с точки зрения жизни вообще в социуме, вообще в группе, потому что таких детенышей часто неправильно формируется вообще в социальное поведение, ну и прежде всего с точки зрения размножения. Поэтому это касается и выращивания детенышей в раннем возрасте, и выращивания детенышей уже и в более позднем возрасте. То есть контакт с человеком должен сводиться, в общем-то говоря, к минимуму. Ну, в общем-то говоря, аспектов этой проблемы, в общем, достаточно много на самом деле, и эта проблема оказывается достаточно серьезной. Хотя вот на первый взгляд кажется, ну а, собственно говоря, ну, собственно, что такого-то вообще половое размножение, ну, основной инстинкт, опять-таки дурацкое дело, не хитрое, как говорится, но, тем не менее, оказывается, что вот это вот формирование полового поведения имеет достаточно такие, достаточно жесткие критические периоды для своего, и, в общем-то говоря, должны соблюдаться совершенно определенные условия его формирования. Ну, в общем-то говоря, касается это и не только полового поведения, касается это в большой степени и материнского поведения, например, даже. То есть, ну, в частности, было показано, что, было показано, что, например, вот у обезьян, которых выращивали супруги Харлу, с методом искусственной матери, когда детеныши обезьяны выращивали на таком, изолированно выращивали в специальной камере, фактически на таком муляже, на проволочном муляже тела матери, обтянутого шкуркой, ну, и где практически детеныш не испытывал никаких контактов ни с тем окружающим, оказалось, что вот такие вот обезьянки, они, ну, когда их помещали в группу, оказалось, что они практически не социализируются, возникает очень большая проблема в этом, потому что они не умели общаться с представителями своего вида и вообще с другими животными. Но и это касалось, конечно, и размножения в большой степени, то есть самцы оказались вообще не способными... Ну, сейчас я завершаю, у меня две минуты. Сейчас я... Они оказались не способными ни к спариванию, ни к какому-то ухаживанию. Что касается самок, оказалось, ну, конечно, такая самка активным самцом, она могла быть покрыта и такого активного... Но детеныша, но в результате развивало материнское поведение этой самки тоже следующим образом. То есть самка рожала детеныша, она могла осуществить все гигиенические процедуры, связанные с этим, а в дальнейшем она этого... Детеныш, за счет наличия у него таких специфических реакций, цеплятельного рефлекса, он залезал на тело матери, присасывался к соску, но, вообще-то говоря, в нормальных условиях самки придерживают детенышей руками, поэтому они не... Когда самка прыгает с места на место, такой детеныш остается на ее теле. А вот в других условиях самки... А такие самки, выращенные таким вот, выращенные в изоляции, не умели вот этого делать, и детеныши... Они теряли детенышей, детеныши срывались у них при первом же прыжке такой самки, и в дальнейшем такая самка не могла поднять этого детеныша с земли. Вот такая вот вещь. То есть очевидно, что вот эти вот навыки такого материнского поведения, они тоже формируются в период раннего антогенеза, и тоже, в общем-то говоря, конечно, такое правильное выращивание для них исключительно важным. Так, ну все, тогда на этом... Об этом, конечно, можно говорить еще очень и очень много, но у меня все. Спасибо большое, Марья Николаевна. Ну, это интересно, потому что действительно очень много подробностей, которые касаются, в частности, вот запечатлений и в нашей урбанизированной среде, это весьма любопытно. Есть ли у коллег какие-либо вопросы? Пожалуйста. Есть. Можно? Добрый день, Марья Николаевна. Вот я так понял, что вопрос обязательно должен задать именно вам. Да, я слушаю. Не к докладу, а к человеку. С человеком-то что происходит? Мы же идем от деморфизма уже к триморфизму, к кватру марксизму, марксизму и морфизму. Не знаю, сколько уже у нас полов-то. 30, что ли, где-то? Ну, вы знаете, что я в данном случае не буду говорить о таких вот вещах, как о количестве полов, но вообще все равно вот эти все элементы и правильного полового формирования, правильного полового поведения, они, конечно, у человека тоже присутствуют. Нам не принято об этом говорить, но если мы так подробно проанализируем поведение, то мы, в общем-то говоря, можем найти все эти элементы и у человека тоже. Спасибо, спасибо. Да, у меня вот совершенно маленькое такое дополнение. Вот, допустим, у меня домашний приют для кошек. И там, когда кошки выбирают в возрасте от двух до семи недель себе значимого взрослого, то был случай, когда самка выбрала себе значимого взрослого самца взрослого и начала вести себя как самец. То есть попытки пометки территории со всеми вытекающими обстоятельствами. То есть она ходила буквально за ним по плетам, это был старший в группе. Я вам хочу сказать, что мать, то есть глава Прайда, очень жестко ее за это наказывала. Ну, правильно. Потому что она эта самая маленькая кошка проявляла, явно проявляла признаки такого будущего. Доминирования. Доминирования. Доминанта. В общем, наверное, мне это не нравилось. Да, да. И вот вслед за кошкой уже другие коты, именно в Прайде, также точно к ней относились. Ну, вообще очень интересное наблюдение, конечно. Это все в естественных условиях происходило, потому что они живут не на закрытой территории. Ну, понятно, да. Ну, нет, это, конечно, исключительно интересное наблюдение. Спасибо. Какие-либо еще вопросы? Здравствуйте. Мой маленький комментарий к вопросу о параллели с человеком. Вот сексологи говорят, что человек, ну, такие искажения полового поведения, как мужчины, которые там подглядывают за женщинами в женских банях, они никогда не возникают с людьми, которые в большой семье и наблюдали там своих братьев и сестер и знают, как они устроены, и у них вот такой проблемы не возникает. То есть вот как раз параллельно то, что вашему исследованию. Да. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. Пожалуйста, еще вопросы. Вот у меня два маленьких вопроса. Вопрос первый. Вы говорили о концентрации животного в этих случаях на человеке, как на половом партнере. Может быть, все обстоит шире? Может быть, это животное вообще себя считает человеком? Ну, вы знаете, что этот вопрос, конечно, вообще, этот вопрос, в общем-то, сложный. Я в данном случае мне бы не хотелось вдаваться в подробности этой темы. Тут уже можно говорить о бесконечности. Ну, я понял. Но, в общем, все-таки какие-то элементы, наверное, этого есть. То есть когда если мы... Ну, все-таки нет, конечно. Если мы выращиваем щенка в своем сообществе, он все-таки, конечно, до какого-то времени считает нас вроде как своей семьей, своей стаей, но все-таки видоспецифическое поведение есть видоспецифическое поведение. Понятно. И второй вопрос. Вот насильственное объединение в процессе школьного обучения мальчиков и девочек, оно может сбивать вообще половую ориентацию? Насильственное объединение? Ну, это же... Дело в том, что естественные детские компании, они в этом возрасте по половому признаку сепарируются однозначно. Вот. В классе их насильственно объединяют полицейскими мерами. Вот каким образом это может сбивать там естественные предохранительные механизмы в антогенезе? Ой, я не знаю. Я в данном случае не решаюсь об этом говорить, потому что, в общем, все-таки я стараюсь все-таки как-то поведение животных и поведение человека все-таки, ну, немножко, так сказать, все-таки разграничивается. Хотя, с другой стороны, ну, смотрите, что происходит с человеком. Если мы можем наблюдать какие-нибудь компании вот такие вот школьные, где получается разграничение по полу так или иной, не в силу того, просто так сказать, само по себе получается. Девочки дружат с девочками, девочки дружат с мальчиками. Но когда у нас получаются какие-то объединения школьников по интересам, ну, какие-нибудь там кружки по интересам, где девочки и мальчики вместе чем-то занимаются, ездят вместе в какие-то экспедиции везде, то вот в таких вот компаниях как раз такая вот контакта между девочками и мальчиками становится гораздо более более естественными. И, в общем-то говоря, я бы сказала, ну, это по моим личным наблюдениям. И они оказываются меньше, так сказать, меньше заинтересованность в каких-то чистых таких вот сексуальных вещах. И подглядывать друг за другом тоже в вот таких ситуациях. В общем-то говоря, детям хочется гораздо меньше. Это, конечно, категорически с вами согласен. Я имел в виду именно насильственные случаи. Нет, вы знаете, что я не знаю. Я тут не берусь об этом говорить. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну и, собственно говоря, можно далеко не уходить, да. Мы предоставляем слово последнему докладчику, вернее, двум докладчикам, да, Сумену Дмитрию Леонидовичу и Сумену Евгении Леонидовне. Тема доклада о возможном соотношении разума и вторичной ротости. Пожалуйста. Еще раз. Здравствуйте. Все ли видно и слышно? Да. Вот. Тема нашего доклада, ну, она тут представлена. То есть, фактически, это соотношение текущих событий, то, что происходит с нами сейчас и как мы себя наблюдаем внутренним и внешним образом, и событий очень древних, которые у нас запечатлены в глубоком эмбриогенезе. Вначале, надо сказать вот, что за последние 75 лет общекультурно у нас, в принципе, изменилось мировоззрение. Оно развернулось где-то на 90 градусов. Если там, ну, во времена соответствующие, например, Великой Отечественной войны, фактически культурно мы жили в слое, наблюдаемом глазами, грубо говоря, ну, и другими органами чувств, то теперь мы живем мысленно в пространстве от элементарных частиц до границ Вселенной. Это стало бытовой информацией, врожденной. То есть человек, ну, еще до рождения, всю эту информацию усваивает из среды. И, соответственно, возникло такое явление, как явление фрактальности. То есть мы, наблюдая объекты разной размерности и разного строения, часто не можем отличить их свойств. Ну, что и следовало ожидать, иначе мы не могли бы их изучить, если бы они имели принципиально другие свойства, мы бы их не воспринимали. И, наверное, не воспринимаем те, которые и имеют эти другие свойства. То есть вот у нас из мира фактически, если не плоского, то однослойного, мир стал объемным. И это вот произошло сейчас. Следствием этого, в общем, неизбежно будет то, что у нас возникнет, выражаясь геологическим языком, несогласное залегание того, что делалось на предыдущей методологии, то есть того, что будет делаться на современной методологии, вот в этом мировоззрении объемном, на то, что делалось в рамках предыдущей методологии. И вот здесь вот очень важно то, что говорил Юрий Иосифович, что мы видим не замещение, то, что действительно происходит во внешних проявлениях, а мы видим последовательное напластование структур и функций друг на друга, и вообще, вероятно, это может быть сформулировано как общий, так скажем, философского ранга закон последовательного дополнения, который должен быть внесен в законы диалектики в пару к закону отрицания-отрицания, причем закон последовательного дополнения будет осевым, а закон отрицания-отрицания боковым, соответственно. Это то, что у нас возникает в объемном мире. Поскольку речь идет о вторичной ротости, конечно, все это помнят, но я кратко освежу в памяти, что это такое. Сейчас, секунду. А вот запись, если я не включил. Значит, у нас есть вот такое замечательное событие, как возникновение трехслойных животных из двуслойных или из кишечно-полосных. И после этого у нас возникают две очень различные по эмбриогенезу и прочим чертам строения группы. Это первичная и вторичная роты. В чем дело? Происходит дробление яйца, возникает однослойный шарик из клеток бластула, потом одна из его сторон вворачивается, образуя первичный кишечник и первичный рот. То есть возникает гаструла и возникает вот этот бластопор, первичный рот. А вот дальше история идет совершенно разными путями. У одних на месте бластопора развивается рот взрослого животного, а с другой стороны прободается анус. Причем, разумеется, эта история чисто эмбриональная, поскольку ничего подобного у взрослых животных быть не могло. Там по-другому она шла. А вот у нас и животных, близких к нам, на месте бластопора, то есть первичного рта, возникает анус, а на месте первичного ануса возникает рот. Абсолютно загадочное событие, и зачем так делать, непонятно. Соответственно, к первичным ротам относится вот эта группа, в которую входят членистоногие, моллюски и так далее. А к вторичным ротам вместе с нами относятся, ну, понятно, что все позвоночные, иглокожие, ну, и ряд других групп. То есть вот такое разделение. Что мы видим, если касаться, вот обсуждаемых тем? Раньше казалось, что такие вещи, как социальность, интеллект и разум, являются проявлениями одного комплекса эволюционных решений и существенно зависимы друг от друга. При более подробных исследованиях оказалось, что, скажем, членистоногие, ну, в высших своих проявлениях, скажем, у социальных насекомых, они гораздо более социальны, чем в высших проявлениях социально-позвоночные, за исключением человека, а вот, скажем, у моллюсков, опять же, в высших проявлениях, ну, например, у осьминогов, что хорошо известно, интеллект очень высок, но он никак вообще не связан с социальностью. То есть социальность, интеллект и разум оказались вещами практически независимыми друг от друга. Но вот если социальность заведомо выше в высших проявлениях у первично-ротых, то разумное существо оказывается именно среди вторично-ротых, причем ближайшие к нам представители, человекообразные обезьяны, они социальностью, ну, извините, в сравнении с нами и в сравнении с членистоногими практически никакой не обладают. Это вот очень странная картина. Если нас сравнить вот с ближайшими представителями, почти нами, только уже животными, то оказывается, что мы дискретно отделены от них свойствами, проявляемыми во внешнем поведении и почти такие же во внутреннем строении. То есть мы состоим практически из одного и того же. И вот в чем состоит принципиальное дискретное отличие разумной деятельности человека от других существ? Потому что в этом смысле дистанция от человека до человекообразной обезьяны неизмеримо выше, чем дистанция от человекообразной обезьяны до, я не знаю, одноклеточных или чего угодно. Это принципиальное отличие состоит в том, что мы во внешней деятельности, одно из отличий, целенаправленно влияем на глубокие уровни строения материи, целенаправленно их преобразуем, что является, опознается как процесс труда. То есть если, ну как было сказано, поведение есть внешнее выражение психики, то труд есть внешнее выражение разума. Вот если есть труд, то есть влияние на глубокие уровни строения материи, то мы опознаем это существо как разумное. Вообще Сергей Вячеславович Савельев предложил формулировку, что разум – это способность создавать несуществующую реальность, что безусловно так. Ну, в определенном смысле, там, конечно, граница размытая, там уравейник в определенной, даже и нора – это несуществующая реальность. Так вот мы создаем эту несуществующую реальность на невоспринимаемых органами чувств уровнях. Вот тут вот граница железная. Вот тут это отображено, что мы воспринимаем-то примерно одно и то же органами чувств с животными, а вот все, что на уровне клетки и ниже, мы вообще никак не воспринимаем из внешней среды. Единственный источник, откуда мы могли бы получить эту информацию – это из собственной внутренней структуры. То есть первичные представления, скажем, о клетках, молекулах и других вещах могут выходить только оттуда, как оболочки. Дальше внешними наблюдениями мы можем их как угодно заполнять, но сами внешние наблюдения могут быть организованы только в рамках этих первичных представлений. И фундаментальные понятия. Мы не имеем определения времени, той же психики, того же разума, числа и так далее. Мы об этих вещах извне друг другу сообщить не можем, но однако стандартно их опознаем. То есть очевидно, что источник фундаментальных понятий, он находится внутри, а не вне нас. Есть чрезвычайно важное физическое различие целенаправленной деятельности, скажем, животных и нашей разумной деятельности, а именно труда. Животные организацию тех объектов, с которыми имеют дело, понижают, а мы в процессе труда их организацию повышаем или снижаем энтропию. Энтропия – крайне неудачный термин мифологического вообще происхождения. То есть это принципиально другая физика отношения с внешним миром, но эту тему мы сейчас рассматривать не будем. Совершенно другой физический процесс фундаментальный. Соответственно, те глубокие уровни материи, на которые мы целенаправленно воздействуем, естественно, должны осуществлять обратную связь с нами и воздействовать на ту высокоорганизованную материю, которая выше организована, чем в окружающей среде. Просто мы опознаем живых существ по этому обстоятельству. Должна воздействовать на ту высокоорганизованную материю, которая находится у нас внутри, и, соответственно, ее упрощать и снижать нашу способность к поддержанию гомеостаза. Как мы устроены? Вот схема строения. У нас все важнейшие органы всех систем нашего организма укрыты надежно в глубине организма и защищены, что очевидно, почему это так должно быть. А вот мозг, самый сложный, самый важный наш орган, находится вовне, приближен к ротовому отверстию, которое постоянно подвергается воздействию факторов внешней среды, то есть низкоорганизованным информацией вещества. И, соответственно, этот мозг задается вопросом, «А как же он там вообще оказался? Не место ему там же». Причем, если вот эти внутренние органы, связанные с метаболизмом, осуществляют понижение организации вещества, мы употребляем более организованное, выделяем менее организованное, что очевидно, то мозг осуществляет повышение организации информации, он выдает более организованную информацию, чем потребляет. А, соответственно, через руки, ну тот же мозг, рука – это исполнительный орган, осуществляет повышение организации вещества. Как рука здесь оказалась понятна? Она оказывает влияние на вещество и должна быть к нему приближена. Опять же, непонятно, как здесь оказался мозг. Если мы рассмотрим более древние и более стабильные, соответственно, организмы, то мы увидим, что у них то, что связано с организацией внутренней информации и вещества, оно укрыто в глубине организма и защищено. А вот то, что связано с восприятием внешней, низкоорганизованной и угрожающей, соответственно, информации и вещества – это отдельная система. Вот здесь вот знаменитое изображение этой инфузории. Мы видим, что вот есть окологлоточное, нервное в кавычках кольцо. Дальше я кавычки опускаю в контекст. Нервный ствол, головной мозг, иннервированные щупальца. Ну, все это, конечно, молекулами сделано, но очень похоже на нас. Но вот этот вот зверь, он спроектирован правильно. Есть защищенное внутреннее информации и вещество, и есть специальная система, отдельная от нее, которая занимается соотношением с внешней средой и подвергается ее разрушительному воздействию. То есть вот то, что воспринимает у него внешнюю среду, то есть окологлоточное нервное кольцо, головной мозг и так далее, в кавычках, то есть то, что из молекул состоит, играет роль Брандмауэра, который защищает основные информационные центры от внешних воздействий. Вот это спроектировано правильно. Вот как оказалось, вот это спроектировано так, нам понять сходу совершенно невозможно. Причем вот мы вот это свое положение пытаемся путем разумной деятельности скомпенсировать, защитить голову и вообще вход самыми разными способами, вход в организм. Я вспоминаю тут известный всем слушателям старшего поколения стишок, для чего же голова, чтобы носить стальную каску или газовую маску. Это физиологически именно так, и мы так физиологически на это реагируем. Теперь возвращаемся к тому, с чего мы начали, с вот этого вот очень странного морфогенетического маневра, который вообще перелопачивает весь организм, и к этому должны быть экстраординарные какие-то причины. Если мы посмотрим на гомологию, то, соответственно, вот эта гастрола с первичным ртом, здесь она в разрезе, двуслойный такой вот организм, и голова первично ротых, то есть тех же насекомых, например, она гомологична вот этому первичному отверстию, а у нас этому гомологично анальное отверстие. И, соответственно, анальному отверстию первично ротых у нас гомологично ротовое отверстие. Если рассмотреть соотношение с взрослыми организмами, то это очень легко сопоставляется с гидрой, соответственно, ротовое отверстие гидры, ну, например, то есть кишечно-полосными, соответствует бластопору, и в этом нет ничего удивительного. Соответственно, первичные центры многоклеточного организма будут, информационные центры будут естественным образом группироваться вокруг рта. У гидроконцентрации нервной системы здесь не отмечено, но у чуть более сложных организмов там возникает окологлоточное нервное кольцо и так далее. То есть функциональная дифференциация тут наверняка есть, которая впоследствии перерастает в морфологическую. Здесь все точно так же должно быть по понятной физиологической логике. Таким образом, если развитие идет по пути первично ротах, и рот развивается на месте первичного рта, вот на месте бластопора, то у нас первичные информационные центры находятся в красной зоне в области воздействия факторов внешней среды и низкоорганизованной информации и вещества. А вот если поменять положение рта и ануса, то, соответственно, красная зона у нас окажется там, где ничего важного нет, а первичные информационные центры окажутся на выходе из организма, куда внешняя информация вообще не доходит, почти. А вещество обезврежено путем его пропускания через организм. То есть вот такой вот маневр, который выводят первичные информационные центры из красной зоны. То есть вот у организмов это получается таким образом. У первичных ротах они остались, у взрослых организмов, в красной зоне, то есть в зоне воздействия внешней среды, а у вторичных ротах они из нее убраны. Но дальше, если очень удобная терминология школьных уроков труда, то есть первичный рот – это у нас отверстие с его сложным окружением, с дубой бластопора. Ну и можно еще предположить, что там есть. Это отверстие. А вот то, что протыкается в виде ануса в эмбриональном развитии – это дырка. И вот обращаюсь к всем известной терминологии школьных уроков труда. И вот то, что у нас сейчас находится вокруг вторичного рта, то есть вот чем я сейчас разговариваю, это все новообразования, которые наросли вокруг дырки, превращая ее в отверстие. А все, что было первичное, сложное, все осталось там, с другой стороны. То есть вот как мы соотносимся с двуслойным предком и с первичными ротами. То есть вот так вот. Причем у нас произошла смена ориентации и поворот вокруг продольной оси тела, который вынес нервный ствол или цепочку у кого как с брюха на спину, там, где он больше защищен от, скажем, воздействия субстрата. То есть мы очень сильно в процессе развития преобразовывали свой эмбрион. То есть вот этот вопрос, который возник, вот как же вот мыслительный центр оказался там, он получает вот такое же простое решение, как и вот у одноклеточных. Что это не является мыслительным центром. Мыслительные центры первичные все остались здесь. Они защищены. И поскольку увеличенных каких-то там специализированных органов нервной системы здесь вот в районе аборального нашего конца не наблюдается, то вероятнее всего все это организовано на цитоскелете. Вот здесь просто его возможности показаны. Вот как цитоскелет триангулирует внутриклеточные поверхности, когда их проектируют. Вот его распространение в организме. То есть цитоскелет – это не клеточная система, а организменная. И это первичная информационная система, которая задает ход эмбриогенеза. Эмбриогенеза, и в рамках нее потом возникает, специализируется нервная система. Причем это происходит тогда, когда фактически качественный эмбриогенез уже закончен. Еще один довод против того, что наше мышление является функцией мозга. То есть мозг входит в структуру, обеспечивающую мышление, но в качестве поверхностной структуры, наименее стабильной. Это прямохождение. С прямохождением вот какая проблема. Если бы оно было как-то адаптивно, то оно бы повторялось у множества самых разных организмов. Например, вот здесь вот зубной аппарат, как у кошки. Например, его делают самые разные млекопитающие. Вот это вообще-то говоря, мангуста по черепу неотличимо. Это сумчатое млекопитающее. Понятно, насколько это независимо. И даже крокодилы. Никаких проблем воспроизвести некий адаптивный механизм не составляет конвергентно. Прямохождение единственное, и оно совпадает именно с разумом, что не может быть случайно. Если посмотреть на наши технические попытки воспроизводить собственные организмы как-то во внешней среде, то вот с четвероногими роботами нет никаких проблем. То есть вот эти вот транспортные мулы, они великолепны, они полностью выполняют свои задачи, бегают там, они не пошли только потому, что источник энергии слишком шумный. А вот задача сделать робота-двуногого упирается как раз в вычислительные мощности. Может быть сейчас и сделали что-то приличное, но это гораздо позже и на других мощностях, чем вот это. То есть по всей видимости никакая нервная система по своим мощностям не способна обеспечивать прямохождение. Вот его вычислительное обеспечение. Таким образом, у нас входит низкоорганизованное, да еще и часто агрессивное вещество и информация в организм через ротовое отверстие. И что касается инфекций, вот всем хорошо известно строение вот этого вот иммунного кольца вокруг глотки и в носоглотке, соответственно, то, что прикрывает вход в организм от инфекции. Но информация, которая идет снаружи, она опасна, но никак не менее. Ну, скажем, можно с организацией зрения там, можно ее вспомнить, насколько низкоорганизованный сигнал мы получаем. И от нее тоже, конечно же, нужна защита. И вот в этом случае мозг, как орган, защищающий мышление от внешних воздействий, в первую очередь, конечно, он и на трансляцию работает, как раз находится на своем месте именно там, где он должен находиться, и играет именно ту роль, которую должен играть. И понятно, почему голова – это подставка под касту. Постоянно проблемы. То ударился головой, то ударили по голове. Ну, потому что это защитный орган. То есть, вот вывод, что назначение мозга выполняет функцию Брандмауэра – защищать разумное мышление от внешних воздействий. Или, иными словами, разумное состояние психики возникает тогда, когда оно преимущественно связано с внутренними, а не с внешними объектами. Спасибо за внимание. Спасибо большое за внимание и за доклад. Действительно, очень необычный взгляд на вопрос. Есть ли какие-либо комментарии или вопросы у коллег? Пожалуйста. Можно? Да, Александр Николаевич, пожалуйста. Дима, добрый день. Очень рад тебя видеть. Здравствуйте, Александр Николаевич. Кстати, огромное вам спасибо за обсуждение этой темы. Я думаю, что вообще-то вопрос поставлен очень глубоко. Ну, скажем, не до атомного уровня, а до мегликулярного точно. Я прошу прощения. Если мы говорим об атомном уровне элементарных частиц, то до него, значит, нам посланы эти первичные представления. Ну да. И поскольку у меня разум не защищен от внешнего воздействия, я думаю, что вообще-то доклад требует очень серьезного к себе отношения и очень глубокого осмысления. А у меня вопрос простенький. Вот есть, ну, скажем, осьминог. Что представляет его мозг из себя? Ну, какое-то количество нейронов более или менее в чем-то сидящих, накрученное, грубо говоря, на кишечник, на ЖКТ. Вот как это соотносится с тем, что докладывалось? А там прямо было сказано. Это соотносится первым тем, что он первично ротой. Уж как это организовано, неважно, но он первично ротой. У него первичные мыслительные центры находятся в красной зоне. Все, не будет там никакого разума. Там социальность, пожалуйста, в рамках наблюдаемого. Интеллект, пожалуйста, разума, то есть прямой связи мышления с внутренней структурой, представления об атомах, клетках, там не будет. Ладно, я предлагаю продолжить обсуждение, может быть, в частном порядке. Кому интересно, пусть... Я, кстати, презентацию сбросил, или если кому она понравится, то буду очень рад. В чат сбросил. Спасибо, а где она? Ну, в чате там в одном из сообщений. Мне только одно уточнение. Скажите, возможно ли вот в презентации иметь ссылки на литературу тоже из этой проблематики, которой вы занимаетесь? Ну, литературная работа – это совершенно отдельная работа, причем обычно она приводит к разочарованиям. Вот тут мне трудно согласиться к разочарованиям, но громадное, конечно, спасибо за столь необычный и интереснейший материал. И вот особенно я бы хотела присоединиться к мнению автора, прекрасно сформулированному, что различия между человеком и высшими приматами, по психической организации, прежде всего, больше гораздо, чем между приматами, скажем, и одноклеточными. Это замечательно сказано. И вот еще позволю себе к тем определениям разума, которые были даны, вот повторить то, что я вчера цитировала Юрия Александрова, все-таки оно очень конструктивное. Значит, сознание, разум, отличающий человека от животного, в том, что он способен создавать не просто искусственную среду, вот я тоже это раньше формулировала, бесконечно сложную, но главное, как Александров подчеркнул, в соответствии со своими бесконечно усложняющимися потребностями. Вот это, мне кажется, очень конструктивно. Ну да, это безусловно так. Я вот очень похожее определение Савельева. Похожее Савельева, да, с нереальной. Это безусловно так, мы создаем несуществующую реальность. Понятно, насколько мы должны быть сложнее внешней реальности, чтобы создавать, причем не одно, а множество несуществующих реальностей, большинство из которых не может существовать. Да, и в соответствии со своими бесконечно усложняющимися потребностями. То есть границ нет для такого творческого разума. Спасибо за презентацию отдельное. Огромное спасибо за внимание. Спасибо. Есть ли еще какие-либо замечания, комментарии? Действительно хотелось бы осмыслить это отдельно. Уж очень нестандартная точка зрения в этом отношении, весьма интересная. Я прошу прощения, еще раз хочу выразить благодарность организаторам. На прошлой конференции мы делали доклад о нашей фрактальной организации. Дело в том, что он связан с этим докладом. И где-то в недрах у вас есть запись того доклада. На самом деле я рассказать готов что угодно любое количество раз. У нас просто есть под тем, что я сейчас говорил, некий бэкграунд. Если кому-то это интересно, то с удовольствием эту информацию предоставим. Да. Ну, во-первых, у нас есть сборник прошлой конференции. Это все можно найти. Да и там соответствующая публикация. Ну и во-вторых, запись, к сожалению, тогда, это в 2017 году, когда мы проводили конференцию, она не велась, не было вебинаров и в этом отношении. Нет, специально велась запись камерой. Это я точно. Велась запись камерой. Но это тогда надо посмотреть, поинтересоваться в архиве. Может быть, у МИПи это сохранилось. Очень хотелось бы получить. Я ее искал, искал, спрашивал. Иван Александрович, скорее всего, это в ЭПРАН надо искать, потому что та конференция происходила в ЭПРАН, и действительно там велась запись. Но вот был ли записан данный конкретный доклад, я не знаю. Точно был. Я помню, как меня снимали. А это значит не прошлое, а предпрошлое, да, первое. Ну тогда это да, вы правильны. Ну вот мы с Ириной Григорьевной, кто первый успеет, наверное, поищем там у Пети Морозова или у кого это может быть. Да, у Морозова или у Зуева, у кого-то из них в информационном отделе, да. Хорошо, это, ну да, действительно было бы интересно. Спасибо большое. Если каких-то еще вопросов нет, давайте тогда переходить к заключительной части нашей конференции. Я хотел бы предоставить слово всем желающим, дать, возможно, какую-то обратную связь и высказать свои соображения касательно, возможно, в целом тех вопросов, которые поднимались, поделиться своими впечатлениями и идеями, а также, может быть, высказать пожелания на будущее, потому что я надеюсь, что это не последняя наша конференция по данной тематике. Пожалуйста. Иван Александрович, уважаемые коллеги, у меня маленькое предложение архнесонного такого порядка. Можно ли всех, кто сейчас присутствует, ну реально вот и участвует в работе, включить экраны для того, чтобы сделать скриншот, ну на память о нашей встрече и для истории, раз такие вопросы возникают? Да, да. Возможно ли подключиться уже всем с изображением? Я думаю, что такая возможность сделать общее фото у нас сейчас имеется. Насколько это возможно в течение ближайшей минуты на подключение? Если у кого-то есть возможности камеры, пожалуйста, подключитесь. Да, если вот не затруднит какие-то ваши там бытовые обстоятельства. Да, к сожалению, у нас далеко не все. Насколько это возможно собраться в течение ближайшей минуты. Давайте пока продолжим, люди продумываются. Ну да, ну, конечно, можно продолжить, уже имею в виду, что мы можем общаться глаза в глаза. Итак, еще раз. Да, может быть, кто-то хотел высказать свои замечания и пожелания, пожалуйста. Очевидное, конечно, пожелание, я думаю, всех, чтобы конференция действительно была не последней. И через два, наверное, года, как это до сих пор было, чтобы мы снова встретились на подобной конференции. Огромное спасибо еще раз организаторам. Замечательно получилось. Ну, хотелось бы еще сказать вместе с этим большое спасибо организаторам. Поблагодарить их за ту научную смелость, которая позволила специалистам, в общем-то, работающим на одном научном поле, но с разными в общем-то основаниями и научными представлениями высказаться в этой междисциплинарной уже фактической области. Большое спасибо за расширение нашего такого научного кругозора. Хотелось бы немножечко дополнить. Иван Александрович, вот пожелание такое, что мы не услышали совершенно мнения медиков наших, врачей, которые занимаются именно психическим здоровьем людей, какие сейчас идут тенденции. Вот, допустим, мне как специалисту хотелось бы услышать их мнение, как животные на них, есть ли у них исследования в этой области, либо это только область психологии и никаким образом психиатрии, потому что возник вопрос, как с психическими детьми работают животные, допустим, у меня как у психолога нет, потому что это область психиатрии. И также нейрофизиологов, которые наблюдают эти моменты формирования неровных связей, как они формируются, формируются ли они при взаимодействиях, то есть, ну, немножко больше специалистов. Я думаю, что всем коллегам было бы это тоже интересно. Да, спасибо. Ну, что касается нейрофизиологов, то как раз таки, ну, психофизиологов, давайте так скажем осторожнее, то коллеги выступали, в частности, первый, собственно, доклад Юрия Александрова, он как раз был посвящен именно этим вопросам, и сотрудники лаборатории системной психофизиологии имени Шверкова тоже выступали, а вот что касается именно непосредственно врачей, я так полагаю, что вы имеете в виду с одной стороны психиатров, с другой стороны вы имеете в виду, возможно, ветеринаров, если говорить о животных, да? Да, это действительно было бы интересно, и спасибо за такое пожелание, будем привлекать по мере возможности. Насильно-то никого не затащишь, но если людям будет интересно, то это только пользу. Ну, я напомню, что на первой конференции у нас же был приглашенный доклад, если помните, там с мозгом мамонта девушка, вот может быть идти по этому пути, не расширять уж так уж сильно, потому что вообще-то психология имеет отношение ко всему. Это мы сейчас сюда и физиков, теоретиков притащим с их мнением, что такое психика с точки зрения Шрёдингера, допустим, да? Вот. А приглашать, может быть, даже, я не знаю, каким-то опросным способом сначала, кого вот было бы интересно послушать. Было бы интересно послушать медика сегодня, причем конкретного какого там, там специалиста по травмам или специалиста, я не знаю, там по аутизму или еще чего-то там такое. по стрессу там, ПТСР, допустим, там не только психологи работают, медики тоже. Вот. В эту сторону. Либо, действительно, почему не физика, теоретика, такие люди тоже есть, они очень интересные люди, либо математические модели, если у кого-то, так сказать, интересно. Вот. Одного-двух на конференцию мы вполне можем приглашать. Это первое. А второе, очень хотелось бы встретиться очень, честно скажу. Да. Борел. Конференционные технологии, конечно, хорошо, замечательно, но очень хотелось бы. Но зато я хочу сказать, в этом есть плюс, потому что, еще раз я всем сообщу, и кто в том числе меня спрашивал, вот такой дистанционный формат гарантирует то, что вся наша конференция записана, и вся она будет выложена в доступ, вы сможете еще раз все просмотреть и прослушать. Так что, да, всегда есть оборотная сторона. Да, и не связано как бы с выездом, с расходами, с этими всякими гранитами и прочее. Вот, к сожалению, у нас Жанна Ильинична-Резникова, так сказать, не смогла участвовать, она просто занята была с муравьями, со своими, так как раз книжку заканчивали. Но тоже было бы здорово, так сказать, кого-то из таких людей, которые, в общем-то, известны интересными работами, реально работают сейчас, можно приглашать удаленно. Пожалуйста. Отличное предложение, отличное. Да. Ну, пользуясь моментом, я хочу всем высказать, выразить огромную благодарность всем докладчикам. Действительно, у нас в этом отношении весьма пестрые доклады были. И понятно, что, вы знаете, каждый варится в своем маленьком котелке и маленькая своя делянка, которую он возделывает, и в этом отношении мы-то своих коллег знаем. Но особенно интересно послушать тех людей, которые работают в уроде, как и в одной с тобой области, да, и тоже имеют отношение к эволюционно-психологическим исследованиям, но при этом глядят на многие из тех же самых вопросов, которыми занимаешься ты, совершенно с другого ракурса. Это всегда интересно и позволяет задуматься. Это, мне кажется, самое важное, дорогое. Будем продолжать, будем совершенствоваться. Ну и, кроме того, еще я хочу напомнить, что все прислали тезисы, если кто-то не прислал, то мы еще ждем. Возможно, там некоторые дорабатывают, что-то исправляют. И, вероятнее всего, это состоится уже в следующем году, в январе. Мы обязательно издадим сборник, мы издадим его в бумажном виде и, соответственно, обеспечим то, чтобы все участники получили его. Поэтому, возможно, я прошу обратить внимание, потребуется вносить некоторые корректировки, возможно, в текст, с вами будут дополнительно связываться и держать всегда руку на пульсе в этом отношении. Если, может быть, еще какие-то пожелания, может быть, кто-то хочет что-то еще сказать. Иван Васильевич, маленькая поправочка. Некоторые прислали и тезисы на страничку и статью. Давайте ее называть статьей, потому что объем достаточно большой, 10 страниц, 10. Спасибо большое, Александр Николаевич. Действительно, это специально было сделано и уже традиционно проводится. Это именно статья. Она пусть все-таки небольшая, но тем не менее это полноценная статья. И этот сборник будет зарегистрирован в РИНС с соответствующими всеми выходами. То есть, это будет научная публикация в рецензируемом издании. Но в информационном письме указан объем 7-8 страниц, а не 10. А не 10. Все-таки как реально-то? Мы так и писали 7 страниц, по-моему. А не 10. 7-8 страниц, но тем не менее это не тезисы в любом случае. Конечно. Конечно, статья. Это безусловно. Статья полноценная, да. Да. Я бы хотел очень поблагодарить всех участников. Было потрясающе. Я впервые участвовал в этой конференции. Я благодарю в первую очередь Ивана Александровича за то, что у меня была такая возможность. Я бы, может быть, как человек немножко со стороны, хотел бы обратить внимание на такую может быть мелочь, что сегодня технологии позволяют нам такие вещи, которые раньше были совершенно невозможны. И в процессе обсуждения докладов, когда люди задают вопросы, и в процессе конференции возникает постоянная информация, которая не попадает в тезисы, она ускользает. И, может быть, мы могли бы на сайте конференции сделать табличку с программой, где там в отдельной ячейке будет находиться отдельная презентация, кто-то готовит письменно доклады, которые тоже никуда потом не попадают. Возможно, ну, какая-то аккумуляция эта информация, она могла бы дать нам больше возможностей для последующего ознакомления иногда с удивительными вещами, которые иногда пропадают. Спасибо большое. Да, я думаю, что, во-первых, если автор не против, я бы попросил всех еще раз любезно на сайт конференции предоставить презентацию, но, во-первых, мы это всех и так просили, правда, прислали, конечно, не все, но, возможно, это было связано в частности с тем еще банально, что они были не готовы, я имею в виду, презентации, но если бы вы поделились, то мы бы были очень благодарны, потому что, во-первых, многие коллеги уже ко мне обращались с пожеланиями эти презентации посмотреть, потому что не все успеваешь фиксировать, даже когда ты фотографируешь, не всегда, а это, по крайней мере, гарантирует то, что действительно ничего не ускользнет, и, естественно, с вашего разрешения мы бы их разместили на сайте конференции и дали бы ссылку в том числе и на сайте Московского института психоанализма для того, чтобы максимально широко распространить эти данные, естественно, с указанием авторов, несомненно. Да, это действительно хорошая идея. Я можно свои пять копеек добавлю к тому, что Ершов сказал. А почему мне тогда не озаботиться, ну, во-первых, мы издаем книжку, это, конечно, хорошо, издаем книжку после или до, вот раньше удавалось до издать, каждой конференции. А почему мне не заботиться тем, чтобы была у нас, так сказать, ну, вот некоторая база данных, скажем, где лежала бы и, так сказать, файлы презентации и, если есть, то файлы реальных выступлений, ну, весь архив. В конце концов, не так много прошло времени, может быть, удастся создать такой цифровой архив. Я не знаю, есть ли мощности соответствующие в МИПе, думаю, что есть, это не так сложно, в принципе. Да, и сделать вот сервер, который, ну, как бы общий доступ для узкого круга ограниченных лиц с одной стороны давал, а другое это то, что можно сделать для вообще, ну, на сайте МИП сделать такой общий доступ, куда выкладывать, ну, отдельные избранные вещи, чтобы не загромождать всеми, так сказать, перипетиями наших обсуждений и прочее. Я думаю, что можно проработать там в течение там нескольких месяцев такую вещь, ну, или там через год сделать. Приступить к этому можно прямо уже сейчас, актуально, это надо действительно проконсультироваться с коллегами из технических, с технической службы Московского института психоанализа, потому что здесь понятно, что сайтом конференции мы просто уже не обойдемся, потому что он просто не рассчитан на такое, да, но чтобы выложить, мы в конце концов, да, можно всю эту нашу запись нарезать на отдельные выступления и составить некоторую базу данных для того, чтобы можно было легче осуществлять поиск. Но это тогда уже такой более амбициозный проект по созданию некоторого портала по эволюционной и сравнительной психологии, причем туда можно привлекать, в принципе, выкладывать и не только, собственно говоря, материалы конференции, но и создать некоторое, с позволения слово комьюнити, да, коллег, которые работают в этой области. Да, ну, это действительно пожелание, связанное с тем, чтобы мы не теряли друг друга. Хорошо, спасибо большое. Я бы тоже хотела поблагодарить всех докладчиков и организаторов. Я принимала участие, мы с моим коллегой принимали участие во всех трех конференциях и, ну, вот по нашему мнению, конференции становятся все более интересными. Большое спасибо. Спасибо. Александр Николаевич, извините, один частный вопрос, пока просто не закрыли эту сессию. О какой африканской стране шла речь в вашем примере вот по итогам моего доклада? Хотите расследование провести, но я прям чувствую. Нет, 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 я просто... Вы представляете, да, дни от даты рождения до 100 лет от... Это африканский рок, это Сомали. Там, где такая беда, сейчас. Я просто для... Не вследствие моего посещения, а вот так сложилось. Спасибо. Ну что же, тогда, я думаю, раз мы уже все основное сказали... Я прошу прощения, маленькая ремарка, вообще надо было потомков той собаки, которой касался Ленина, объявить священными и причистыми. И все было бы нормально. Просто они в колдовстве там уже, к сожалению, не понимают ничего. Объявить священными коровами, я понял. Хорошо. Уважаемые коллеги, тогда давайте будем заканчивать. Благодарю вас еще раз всех за внимание и не будем терять друг друга, будем продолжать сотрудничать и общаться, ну, как минимум, в ближайшее время в рамках подготовки тейсов, а возможно, невозможно, а реально в рамках подготовки этого портала. Спасибо большое всем. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!